Субтитры сделал DimaTorzok 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 И будут как-то подниматься на эти острые вопросы и решаться. Это непосредственно в гаузе чударства. Ну а вообще вся широкая трудовочная линейка. Поэтому смотрите, институт, аграрный институт, университет тоже является партнером в данном проекте. В каждой области аграрный университет является партнером. И вы сами знаете, наверное, уже посещали какие-то дни практической подготовки, что-то еще, которое с вами проводит ваш университет. Это тоже происходит в рамках проекта. И на это придется финансирование. Вас везут, показывают, консультируют, привозят назад. Поэтому любые мероприятия, которые связаны с проектом UHBTP, они направлены на то, чтобы получить, например, агрария. И показать будущим аграриям, то есть вам, что если вы учитесь тут, получаете какую-то базу данных, информации, знаний, это уже есть большой ресурс. И если вы выходцы из сельской местности, у ваших родителей, возможно, есть, хотя бы какой-то маленький кусочек земли, даже при усадебном участке, то на нем уже можно начинать развивать плодобочной бизнес. То есть выращивать качественно по сегодняшним технологиям, искать подвижность, чтобы объединяться, создавать новую партию и расширяться. Себя трудоустраивать и потом давать его в очень места. Вы уже знаете, выпущены три кассивника в рамках проекта UHBTP для вашего университета, которые, ну, там, по каким-то дальнейшим технологиям. И происходит дальнейшее усовершенствование каких-то ущербных программ для вас, для будущих программ. Поэтому, если к вам оконят из мониторингового службы проекта и спросят, вот вы были на мероприятии, что вы знаете о проекте, будьте добры, скажите, что вы о нем знаете. Мало того, если ваши родители выращивают. Сейчас идет пик сезона, начинается с февраля по май, когда идет закупка всего материального технического сопровождения процесса сельско-возяйственного производства. Для обладающихся это и семена, и пленка, и капля, и удобрения, средства защиты, и вся линейка. Значит, в рамках проекта, если ваши родители выращивают, становятся участниками, а для этого достаточно позвонить вот по тому контакту, телефону, номер 800-500, зарегистрироваться, они могут зайти на сайт, открыть каталог целого перечня товаров, что можно приобрести со скидкой. Это называется программа «Еваучер», и проект участвует в этой программе. Если человек хочет что-то приобрести, то он покупает не за полную цену, а за часть цены, а остальную часть повышает цену. Это более подробно можно звонить к нам, приходите на наш офис на Кузник-Отэк-221, офис 206, рядышком там с вами, заходите, консультируйтесь, спрашивайте, возможно, кому-то из ваших родителей, кто занимается таким средстворезным, плодорочным бизнесом, или пчеловодством, что-то, в чем-то мы можем помочь. Ну все, я просто сказала вводное слово, чтобы вы понимали, в рамках чего происходит это мероприятие. Сегодняшнее мероприятие, три партнера, проект «Фонд Ласка», который представляет Николаевская область, «Спилка пчеловодок» и «МНАУ», потому что они предоставили помещение в вашем университете. Понятно, да? Все, теперь приятного вам прослушивания и участия. Спасибо. Спасибо, Алла Петровна. Мы тоже, в свою очередь, благодарны, что проект выделяет средства, влаживает в нас и в свое время, и в свои деньги, чтобы мы имели возможность собраться, чему-то научиться, какими-то знаниями поделиться, в конце концов, встретиться даже. Спасибо вам. Контакты нашей стрелки, если кто еще не знает, вот на вот этом баннере, внизу электронная почта, ставить на Фейсбуке страничка, туда можно зайти, это касается в основном с регионов коллег, которые еще не знают информацию, зайти, регистрируйтесь, и получайте все новые знания, все, что происходит, какие мероприятия проходят в Николаевской области. Как мы в последнее время все говорим, пчеловодам стало жить тяжелее, наша отрасль в кризисе, с нее надо выходить. В рамках выхода с кризиса было даже принято решение принять участие в встрече с экспортерами, на которой мы слышали от них, что нам необходимо работать эффективнее, рентабельнее, энергичнее, тем самым снижать свою себестоимость и быть конкурентоспособными на рынке пчелопродукции. Для этого нашим правлением принято было решение организовать семинар по переходу на промышленное пчеловодство. Мы обратились к коллегам, которые уже имеют положительный опыт в этом. Сегодня все наши докладчики тем или иным образом будут затрагивать эту тему. Первый докладчик у нас Владимир Филиппович Скрипный. За себя он сейчас подробнее расскажет сам, но хочу сказать, что на просторах интернета он уже становится маленькой легендой успешности успешного пчеловода. Владимир Филиппович, пожалуйста. Добрый день вам всем. Добрый день, студенты и товарищи пчеловоды или коллеги пчеловоды, так правильнее сказать. Ну я думаю, что вы так немножко меня как бы знаете, потому что есть в Ютубе там несколько экскурсий на пасеку Владимира Скрипника или Скрипника Владимира. Там две экскурсии есть. Первый городской там, Рудана есть. Есть про цяпчил, можно в Ютуб забить там. Короткий ролик, две минуты там по откачке в основном, да немножко пасека. Потом, что у нас там есть. Есть лекции, я читал на промышленном в том году, Булат Олстовый можете зайти. На промышленном человеке немножко рассказывал о себе, о пасеке, ну, о том, как мы работаем. Булат Олстов. Мою фамилию забивает, и там вам выяснить. Есть у Вани Фабро два ролика по полчаса, дали, вот так приблизительно, тоже экскурсия на пасеку Скрипника. Один ролик там конкретнее, более зимовка. Ну, они посещали вместе с Денисом Фадеевым. Еще на других есть Игорь Куцар, там тоже есть Владимир Скрипник на Криворусской гильдии или спилке пасечка или гильдии. Там есть несколько роликов, там 4 или 5 или 6 роликов подъезд. Хорошо, я так думаю, что раз такое дело, я немножко расскажу о гулях наших, которые мы используем. Я прошу прощения, немножко простым же. Дождь был такой сбурен и посрывало крыши Сулев, пришлось выскочить на улицу, думал бегом, а оно не бегом. Немножко простым. Так что извините у меня за голос. Хорошо, я начну с улев, какие мы гуля используем на пасеке. У нас есть стандартная улев, восьмирамочная рогатая, я сейчас расскажу дальше, как мы работаем. Есть нуклеусы, это называется миниплюс. Этот нуклеус широко распространен, вот это первый, миниплюс. Это пенополистирольный нуклеус, фирма Лысонь выпускает Польша. Этот нуклеус состоит из дна, корпус, кормушка, здесь нет кормушки, она высотой 8 сантиметров, и крыша. И крыша. Он имеет перегородку, пенополистирольную, на каждый корпус. И используется для облета двух маток. Вот здесь впереди литок, и по диагонали сзади литок. Размер рамки здесь используется, высота 155, и получается как бы половина рамки. Хорошо. Мне очень нравится этот нуклеус, ну как бы две матки не очень удобно облетывать, но облетаю больше, когда одна матка лучше облетывать. Хорошая вещь, сильно распространен в Европе. У нас он не сильно распространен, почему? Потому что наши матководы, многие как бы экономят на пчеле, нужно много пчелы для загрузки. Но чем хорош этот нуклеус? Он легко зимует на улице. Даже в одном корпусе. Но если вы в двух пускаете в зиму этот нуклеус, в двух корпусах, он легко, хорошо у вас перезимовывает. Тем более в зимовке. Корпуса. Смотрите, мы используем облегченные, как бы сказать, корпуса. Деревянные, они имеют вес с рамками и сотами откачанные, где-то приблизительно 4,5-5, а фанерные у нас на пасеке под мед идут, приблизительно 5,5-6 килограмм. Восьмирамочные улья. Улья рогатые. До этого мы пчеловодили в ульях много корпусных. Наруто, в свою, как принято говорить, или стандартные многокорпусные улья. Я покажу их. Там на фото. Здесь его пока нет. Это корпуса под мед. Они все покрашены в один цвет. Почему в один цвет? Раньше, когда была многокорпусная пасека, мы красили в разные цвета. И когда качаешь, проблема где какой цвет, потом бросали куда какой угодно. У меня есть товарищ, его зовут тоже Володя Владимировна. Он сам иммигрант. С Узбекистана он пчеловодил в США. В Узбекистане он пчеловодил в лежачках обычных. Держал немного семей. У него больше 2000 рублей. Сейчас сын отдельно пчеловодит. Имеет и погрузчики, и траки большие, или грузовики большие, грузовики поменьше. Линию свою имеет. И я ему задавал эти вопросы. Он несколько раз был в гостях. Смотрел, у меня раньше были платформы. И я спрашиваю Володя, а басуля в какой цвет? Он говорит, все белые. Все белые. Я говорю, ему задаю вопрос, ну а как же пчела различают по цвету? Вот учатся во всех учебниках, три цвета. А он мне говорит, смотрите, он говорит, а что она, к соседу полетит? Она что, у тебя на пасеке остается? То есть у них подход совершенно другой. Промышленников совершенно другой. Многие вещи, которые делают пчеловодолюбители, промышленнику не нужно делать. Вот допустим, я такой пример приведу, простой. Мне говорят, вы ревизию сделали? Я говорю, какую ревизию? Ну ревизию в семье. Я говорю, зачем ее делать? Я просто снял отставки, забрал гнезда один сок. Зачем? Потому что зимой, при зимовке, дерево имеет такую способность впитывать влагу. Если у вас будет полный корпус рамок гнездовой, вы весной потом отрываете верхние плавки, плавки или будете с трудом доставать. Ну, зачем? А вдруг там матки нет? Ну, скажите, а куда она сделана? Я понимаю, что пчеловод может ее придавить неаккуратно. Если там матка, семья работает, вообще так понимаю, что есть процент отхода, потому мы делаем каждый год отходки, делаем процентов 20 нужно делать. Зачем? На круток, на безматочный, какую-то разбили семью, чтобы с запасом восстанавливать. Но не играться, не искать мата каждый раз. Вообще наша работа, мы в гнездо лазим за все лето максимум четыре раза. Максимум четыре раза. Ревизию, как бы ни делал, мне дальше расскажут. Давайте следующие фото. Пуля наши все оснащены решетками разделительными. Решетка ложится не на рамку. Советский ГОС был на многокорпусной валий, 10-рамочная решетка. Она ложилась вот внутрь, от корпуса. Она ложилась прямо на рамки. Чем хороша эта решетка? Я исследовал этот вопрос. Когда ложится по пересеткам корпуса, у вас по верхним брускам свободно перемещается пчела. И она идет в любую улочку. Чем хороша проволочная решетка? Это самая лучшая решетка. Лучше нету решетки. Пчел ее как бы не чувствуют. Они легко проходят с медом через нее. Когда-то я пользовался еще советскими решетками пластиковыми. И на акации, когда были сильные приносы, по 8-9 килограмм, получалось, когда еще пчеловодил в многокорпусных пульях, забивают медом на акации нижний корпус, когда матку ограничишь, вверх мед не несут. И тянут маточники. Только решетку убирают, пчела пошла вверх, маточники выгрызнут, и пчела работает. Но с проволочной таких проблем нет. Пошли дальше. Следующее фото. Гнездовые корпуса. Почему я покрасил переднюю стенку гнездовых корпусов, боковые, белые, задние, белые, передние, разные цвета. Мы раньше часто зимовали полностью на сетке. Ну, и сделали летки в корпусах. Чтоб была хоть немножко ориентировка, потому что у нас сильно плотная постановка ульев. Пошли дальше. Крыша. У нас нету подкрышника, крыши, потолка. У нас все в одном. Смотрите, крыша, высота ее 3 сантиметра, чуть больше. Здесь внутри сэндвич, внутри пенопласт толщиной 20 мм. Снизу пропилы. Вставлена фанера 4 мм. Сверху фанера 6 мм. И покрыта кровельным металлом. Извините, что не помыли. Кровельным металлом. Притом металл не типография. Дорогой металл. Это корейский металл. Хороший крепкий 0,45 или 0,4. И прикручена на саморезок. Я до этого использовал крыши с фанерой влагостойкой. Мне как бы посоветовали очень хорошо, российская. Там человека лежало на багажнике автомобиля всю зиму. Вода, дождь, снег. Фанера не разбухла, не испортилась. Ну, процесс эксплуатации где-то лет 10 они попортились, эти крыши. Я решил переделать и сделать один раз с металлом, и все. Крыша ложится. Вот здесь роги. Заходят, получается. Ее сдвинут, снег прополисом держат. Очень хорошо. До этого были крыши на хлопучку, ветер сдувал их. Второй вопрос. Смотрите, когда грузим, если крыша на хлопучку, с боку в щели, когда вы грузите улья при перевозке, не сдвигается, крыша убирается, и сдвигается, как усад. Такого нету. Почему? У нас вот здесь крыша западлицо почти, застегка из дома. Следующая. Вот она, снизу крыша. Вставляем крышу вот сюда в брусок. Зачем брусок? И прикручиваем саморез отсюда, оттуда, из торца саморезом. Потому что мы когда... Сейчас, в данный момент, у нас нету погрузчика, нету манипулятора, и грузим в основном вручную. И в основном поставили вручную. И грузим несколько этажей. Потому мы ходим по улях, чтобы можно было смело ходить, уверенно, мы поставляли сюда вручную, чтобы крыша не проебалась. Вот она на уле лежит, как бы вверх на гамме. Она так плотненько ложится, дальше поехали. Подкрышник. Подкрышник, единственное, для чего мы используем, на дальние переезды, когда жара. Я покажу вам фото, вы увидите, сколько пчелы там. Немножко я привозил от водки домой, сколько там пчелы. Там набивается полный подкрышник пчелы. У нас вентиляция на переезды в дне. Есть сетка не полностью, там отверстие 15 на 17. Вы меня слышите сзади хорошо, да, мне не надо было с повышением. Если повышение, не похрипеть начнем. Смотрите, вентиляция в дне, окно 15 на 17. И есть подкрышник. Если вы используете только подкрышник, пчелы своими телами или головой забивают сетку и идут на воздух. И получается, перекрывается воздух. Если только нижняя, то же самое. А здесь получается, когда улей вертикальные, у вас тяга, как дымоход. Вертикальные улей получается естественная вентиляция. То есть пчелы не могут закрыть нижнюю сетку и верхнюю. Поэтому запарить семью очень тяжело. У меня были случаи, когда я открывал летки, перевозил, кстати, вот отсюда, через Николаев, поэтому бездорожью на Кировоград. Я с Верюпинска, с голой пристани, вез пасеку. Мы открыли летки в половину одиннадцатого из Венигородка и Черхасской области. Я думал, я здесь пчелы останусь. А по плохой дороге? Да, по дороге. Там дороги вообще нет. Все семьи остались целые. Благодаря подкрышникам, то, что у нас их подкрышник. Пошли дальше. Есть у нас часть нуклеусов, ну, больше ста, трехрамочных. Это тоже лисонь, польша, а вот он зимовник. Сразу, а, говорю себе, ну, уложат пленку, ребята, я пленку наверх на зимовку положу. Вот крыша вверх на ампе лежит, издвинута. Здесь сантиметр щель, чтобы гла уходила. Я пробовал зимовать. Тут есть два отверстия по 10 сантиметров. Сетка, подложил бруски нижние. Все равно все расцельские. Вот пришел к такому методу, что прекрасно зимует. Я там, если будет время, потом все будет. Идем дальше. Засставная. Пользуемся заставными. Когда я держал раньше пчел на окорке, я считал, что это не нужно, эта вещь абсолютно не нужна. На сегодняшний день, я считаю, она нужна. Улья у нас тонкостенная. 18-20 миллиметров, гнездовый корпус. Потому, для весеннего развития мы пользуемся заставной. Как она сделана? Каркас из рея 15, вот так. А вот здесь, как ширина рамки, рамка 37, здесь 18. Зачем? Две заставные, вместо одной рамки. Поставить. Тут тоже перемычка. Она собрана на саморезах, с шайбой, и внутри 18-20 пенопласты. Хорошей плотности 35. Обклеена она, обита степлером, фольга, теплоотражающая, пленка фольга. Это не фольга-изол. Кстати, разница, ребята, кто пользуется фольгой-изолом, я первый сделал, ну, на поролоновой основе. Я пошел в эпицентр покупать фольгой-изол, пришел, я продаю с чем? Я говорю, ну, что с фольгой? Она говорит, идемте со мной. Пойла у меня в склад, и говорит, посмотрите, показывает рулон, фольги почти нету. Дождь капал с крыши, и это все обпил. Это не есть фольга, это фольга металлизированная на пыление. Металлизированная. Кстати, для теплых полов используется тоже хорошая фольга. Добрый, дальше пошли. Пользуемся, это для вывода маток, там, если быстрее я вам покажу, мисочками, не в островом классе, это американские, фирма Menlight Ltd, мисочками прозрачными. Здесь хорошо видно налив молочка, прием видно, очень хорошо видно вне. И пользуемся такими колпачками для маточников, тоже Menlight. Есть китайцы, делают подделку, разница какая, вот здесь усика два, видите, растворенный, а в китайце сплошной вот этот. И другой пластик, это мягкий пластик, он долгое время используется, это для вывода маток, хорошо, почти дальше. Пчелоудовитель. Лично мое мнение, что на каждую семью, или максимально на каждую, нужно, что был пчелоудовитель. Это пчелоудовитель КВП, это сделали и канадцы, главное, выдержать размеры. Размер тут идет одна рейка, и потом 10 мм, вторая рейка, рейка 10 на 10. Сетка здесь прибита, видите, степпером, и прибита таким, как бы, флангами тонким, ионом. Отверстия, отверстия можно разное делать. Вот этот размер между рейками выдержать, и сами рейки, не надо большие делать, и вот этот выходной, вот я делаю, здесь 11, а на выходе 9. Зачем? Больше не надо, потом пчела, отверстия, он не сюда работает, он работает, ребята, он прекрасно работает, он не работает, если вот тут кто-то говорит прополисом, или воском, мне выкрыгивали на промышленном, он не работает, я говорю, это все работает, почисти воск, или прополис, и все будет работать, что вы говорите. Для чего? Голова там, для того, чтобы все думать. Это, этой частью мы ложим пчела, с той стороны просто отверстие дальше, высота управления какая-то. Высота, ну, я сделал, чтобы с торца два самореза, чтобы хорошо держалось, вот здесь 16, и с той стороны 16, и фанера, или ДВП, 4 миллиметра, вот такая высота, 36 миллиметров, общая высота, дно, вот в дне сетка, дно с вертушкой, рогатое тоже дно, у нас были раньше другие донья, фанера под уклоном, зачем, влага, мусор лучше, литок желательно делать повыше, у нас высота вот этого вертушки, или литка, где пчелы ходят, 17 миллиметров, очень, кстати, удобные, вот эти задвижки, которые продают литков, они не нужны, просто не нужны, есть ребята, которые закрывают поролоном литки, ну, поролон надо вытянуть, вот мы кочевали на Бадгеническ, на Кориандр, и там один такой, о нем писали, Максим Жилов, писали в журналах пасечных, одно время о его пасеке, и он посмотрел, как мои сыновья открывают литки, и он говорит, я переделываю все, он говорит, 10 секунд литок открытый, мы берем монтировку, обычная монтировка газоновская, вот лопаткой вы берете вниз, вот так лопатка, она так изогнута, ручка длинная, лопаткой, толкнули и все, подошел к пулю, толкнул, толкнул и пошел, просто идет, толкает, толкает, пошли дальше, стежка, там задвижка есть, фанера в пропилы вставляется, да, пропилы, вот здесь, освещение шла, вот здесь видно, там есть пропил, это перединамо, пропил 4 мм, вот видно, здесь уклон дна, роватый, прикрученный, пошли дальше, вот задвижка, задвижку мы раньше делали отдельно, но неудобно, если ее отдельно снимать, она в базаре находится, она не вынимается полностью, надо открыл, закрыл, пошли дальше, вот открыто, все, там много, это тоже пчелоудалитель, это солнышко называется, 8 выходов, единственное, его, бывает прикреплять пчелы воском, чтобы не ломался, и фанера, депо не ломалась, мы под заклепки шайбу положили с двух сторон, но лучше, если вы фанеру или депо прокрасите полностью, это будет лучше, пошли дальше, вот видно шайбу, дальше, следующий, ну это квэбэк, с плеска тут процелерегатор, мы сделали, идемте дальше, ну это потолки, вот видите, это заставные, это одно время, это мастерская, а теперь выметка, чем это стойники, два стойника, у нас 7 бетонов, там 300 литров, где-то 370 килограмм, в каждой, следующее, вы стойники, как же, насосом, или нет? я извиняюсь, у нас насоса нету, как бы, я с другом много советуюсь, Володя говорит, у тебя пасека, ну, 500-600 семей качали, говорит, вы можете и ведерко пока почерпать, то время, когда я покупал металл, подробную распечатку, насос стоил 2-3 тысячи долларов в евро, на сегодняшний день, ну, я не хочу просто купить, я хочу купить один раз, я привык покупать, ну, дорогие вещи, чтобы я радовался, чтобы мне приятно было, доня, сейчас мы чуть-чуть изменили, вот эта доня, добавили сюда ручки, ручка вот так выдвигается, можно на прицепе, или на машине потянуть, и можно толкнуть назад, она не будет мешать, она просто, там пропилы в ногах, а также, ну, то же самое, следующее, ну, вот, я чуть-чуть делаю, следующее, вот, сблизка видно, следующее, вот ручка, видите, и здесь пропилы, два, туда-сюда, и очень удобно, если на поддонах, перейти на поддоны, полностью на поддоны, то доня, в принципе, не нужны, ну, пока, я говорю, поворотчика-манипулятора нет, пока так пользуемся, делаем как удобно, с 12-ки арматуры взял, следующее, вот они, я взял 4 уголка, 50-ых сварил, такую трубу, взял старую, ступицу, приварил к ней ручки, автоген, нагрел, нагрел, арматура 12, накрутил, накрутил, болгаркой перерезал, вот так, снял, снял, выровнял, тиск, покрасываю, и потом ставлю, следующее, у меня, у меня, вот корпуса мы покрасили, это, кстати, деревянные корпуса, следующая, почему не провариваете, провариваем, в парабине, все корпуса, которые под мед, вот вы видели, панерное, они все проварены, при температуре, 150-160 градусов, в течении 20 минут, некоторые меня там критиковали, в одном из чатов, ну, я не хочу называть, короче, ну, это мое дело, я советовался с многим, я проварил, до тех пор, по кафе, на тресной пеке, как-то, ну, говорят, что лучше, он сухой получается корпус, после проварки, подтягивали саморезы, все корпуса, доня, все полностью собрано на саморезах, только на саморезах, ничего на гвоздях нету, на скобах пробовали, скобы рассыхаются, вылазят, саморезы держат прекрасно, бывает, стопка, 15 корпусов, там, перекинется, или ветер, или там, хлопцы где-то везли, ну, дети, или что-то неаккуратно. А меры при варке не расклеивают? Нет, я проварил, посмотрел, после варки, она начала немножко расклеиться, я взял все корпуса, покрасил ПФ-115, уже, вот, корпуса вы видели, им, где-то 13-14-15 лет, они ходят, кто-то что-то. Красить одни торцы я не стал, я прокрасил полностью, под мед все брело, это, как бы, хотим немножко, хотели, полурамочное гнездо, у нас гнездо на 300, следующий, корпуса, делаем, панерный нет, а все гнездовые, и вот эти деревяны, что вы видели, с пропилов, вообще-то, идея американцев, тут сантиметр, вот так, шириной, и на 5 у них пропил, в боковых стенках, ну, плотники мои, не закатились, сделали вот на 2 сантиметра, видите, пропил, кстати, рогатка очень хорошо укрепляет, а если еще пропил, в двойне укрепляет, следующий, ну, вот здесь видно, простой, рогатка, немножко выборки, с двух сторон, рогатка должна выступать, вверх, на 17 миллиметров, снизу, она должна не доходить, от низа корпуса, до рогатки, 21 миллиметр, чтобы у вас, между рогатками, входила стамеска, второй вопрос, корпуса могут, по влаге, играть, вот эти 4 миллиметра, чтобы у вас корпуса не стояли на рогатках, щели не было, дальше поехали, вот под крышник, смотрите, ребята, это отводок, отбирали расплод, вот привезли мы домой, смотрите, сколько пчеловек, но это еще мало, бывает побольше, ну, вот это днем привезли, и я поднял специально, чтобы сфотографировать, ну, где-то, когда работаешь, нема когда фотографируют, там, зато, зато спрашивают, ну, когда работаешь, надо работать, ну, а так, чуть-чуть, где-то делаем, иногда вспоминаем, что надо делать, следующее, это, наверное, последнее, ну, вот так выглядят уля, вот раньше мы использовали крыши, вот видите, просто фанера, без, без металла, сейчас мы используем все оббитые металла, это на подсолнце все эти работают, здесь вот нет вертушки, бегом-пигом, то мы зачем-то вертушка, потом мы стали все переделывать, все на вертушках, летковые зарядки, и на гнездовые поделались летками, летки мы делаем обязательно гнездовые, перешли, чтобы гнездовые не фанерные, а деревянные, для зимовки летки, следующее, можно минуту, по светку, кто-то на крыше стоит, вот это? да, вот это кормушка, американцы, вот такая фанера, там 10 на 10, или там 15 на 15, у них посередине, две фанеры десятки, посередине крыши, и там, у них подгалон, они кормят голоден, большая бедка, я говорю, Володя, ну, а если там ветер сдует, он говорит, ну и что, я говорю, ну дождь, ну и что, я говорю, пчелы, ну летают себе через ступец, приехал, посопирал, ну и все, ну вот, они не заморачиваются, на многие вещи, которые наши пчеловоды заморачиваются, но если меня, вам мешают, и не сможем, вот так вам видно, да, а ну, Ваня, что я там на месте, привет, ребята, все, промышленники, там, Стаса Булькова группа, и Канаде, кто будет смотреть, и Германия, и Казахстан, и Россия, и Белорусы, всем привет, и украинцам тоже, в первую очередь, украинцам, хорошо, и они, вот смотрите, одна фанера у них прибивается полностью, а вторая фанера, она на одном саморезе, она вот так крутится, вы открыли, покормили, потом закрыли, вот так сделано, хорошо, следующее, покормили, каким образом покормили, смотрите, мы раньше, Литки Круле забивали просто степлером, или параллоном, сейчас отказались, сделали задышки, что каким образом, галлон поставили, или бутылку, и все, и там в отверстие, в корешке, сквозное отверстие, через пенопласт, ну, в пенопластном управлении, деревянное, деревянное, у них просто, калифорнийская крыша, там панера, или две доски, спереди двери, и сзади две, а сверху, панера, или две доски, у них такая система, ну, тут с пенопластом, я от этого отказался, я сделал кормушки, на Литок, деревянный, почему, когда похолодание, пчела не берет сироп, мне надо тут покормить, чтобы набрать все же, коллеги, по конструкции умеют, по нижней кормушке, хорошо, сделаем следующие кормушки, ты полностью прошел весь? А падают, как полностью логи, когда вы там, после дождя, она уже большая, ну, очень редко, ребята, очень редко, мы когда выгрузили, стараемся, если я работаю в рейдор, ну, наклонил, взял ее, наклонил, какую-то ветку, отломал, сухую, подсунул, и все, ну, стоят они так, кстати, очень трудно завалить улей многокорпусные, лежак быстрее скидывает ветер с подставки, чем улей многокорпусные, но он тяжелый под своим весом, хорошо, следующее, давайте, по кормушке хотите, давайте кормление сделаем, раз уже, посвежим, ну, есть у нас, я извиняюсь, вот это, лоток для рассады, я покупал в паркове, хорстор, они после того, как я сказал, что я пчеловод кинул, там несколько групп фотографий, и данные, они уже написали, для пчеловодов вмещаются 5 литров сиропа, я брал их по 9-80, сейчас они немножко цену подняли, и есть, но мы, этот год, я не пользовался, я не пользовался, я сильно не закормил, я в основном, так, они на запас есть, кормим мы, в основном на метлу, немножко подкармим, чтобы стимулировать маску, он получается, этот лоток, я фото где-то потерял, вчера уже не хотел сделать фото, не было когда, получается, размер его, восьмирамошный корпус спереди, остается 5 сантиметров, и сбоку 3 сантиметра, вот он плотненько встает, он входит в хороший подкрышник, его высота 9, по-моему, сантиметров, чем хороший, их два вида, 400 грамм 800, вот этот имеет ножки, вот здесь 3-4 миллиметра, вот смотрите, видите, ножки, вот этот хорошо, но, ребята, кто кормит вот этим, или открытым способом, ни в коем случае не сено, сено намокает, пчела тонет, это проверено, когда ребята, вот я общаюсь с россиянами, казахстанцы, когда кормят, особенно открытым методом, ямок, допустим, пленку застилают, сено тонет, пчела тонет, масса пчелы садится, или в бочках, только солома, сюда можно один раз сделать потик, из-за шпона, это как у Егошина, других ребят, хорошо, следующая фонда, вот, кормышка, вот так приблизительно мы кормим, а можно, Андрей, сделать сортировку подателя, пожалуйста, чуть-чуть назад возвратите, сортировка подателя, это последняя фонда, мы сейчас вот начнем, подкрывать посмотрим, что получше, вот, смотрите, бутылка, как мы кормим, сейчас этим не пользуемся, сейчас бочка на 120 литров, пластика, и врезан пивной кран, вот этот пивной кран, три четверти здесь размер, как раз бутылку кормим, поставили на улицу, или на лавочку, это у нас был газончик 66, мы продали его, были платформы, мы продали платформу, потому что, когда стали далеко ездить, тяжело и неудобно, на платформе, особенно по нашим дорогам, берем бочку 120 литров, кран сюда заливаем в сироп, и посолим в бутылку быстро, насосом, у меня многие друзья пользуются, насосами, помпами, я пока не пользуюсь, нам как бы удобно, мы за два часа можем, 200-300 семей вдвоем, максимум втроем, пройти и раздать, бутылки покормить, без контакта с пчелой, следующее, вот смотрите, бутылка, бутылка, это кока-кола, есть бутылки жесткие, я искал долго бутылки, вот американцы пользуются галлонами, он жесткий, он с поликогбонатом, козырьки, знаете, вода 20-литровая, те бутылки жесткие, я искал, я не мог найти, потом я, что я смехнул, я увидел, когда наливаешь горячий, я где-то там, на дорогу, она втягивается бутылкой, я взял, давайте пролистаем, и там будет, еще, еще пролистаем, еще, 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 это все, вот это в папке комбиненции, а ну пробуй, таблица, открой таблицу размер, крупный, средний, не, не, вот, заходи вот сюда, и размер, сюда, таблица крупная, значит, ты их сделаешь, оно может не загрузилось, нет, 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 попробуй, 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 пожалуйста, а что на днях открываешь, вот эти, вот, что тут, Вот это лоток, это филипобис, вот его вес и размер, он 40 на 25, еще дальше, еще, еще, вот губик, еще, вот, еще. Вот, вот есть, видишь, вот смотрите, что я сделал, я взял чайник электрический двухлитровый, залил полтора литра кипятка, он закипает чайник, да, отобьет уже, хорошо закипает, заливают двухлитровый, я вчера вечером взял, чтобы для вас, двухлитровый кока-кола или спрайт или фанта, ну, с под кваса или пива зеленые, жесткие, темные, коричневые, негодяйца, вот заливаю кипятком, вот смотрите, насколько она меньше, видите, объем, этикетка взял, вот чайника через лейку, залил, чуть-чуть не в пол, ну, потом слил, и следующую, когда есть бутылки, ну, свои бутылки, я сама использую, у меня их много, есть, как бы, с запасом, что можно говорить, единственное, если медом кормите, медовится, это и получается плесень на стенках, если сиропа, плесень нет, оно следующее, вот видно, видите, насколько развивается, она, она остается в размере уже не 2 литра полная, 1,4 литра, 1,5, 1,3 остается, хорошо, следующее, сироп, как мы делаем сироп, сироп, я в основном, так, как бы, с многими людьми общался, я остановился, самый такой простой метод, где много кормят пчел, это Закарпаты, там выводят маток, пакеты, они что делают, они берут мешок сахара, высыпают 2 бетона, 40 литров, ну, 38 литров, доливают до верха воды и расколачивают, ну, в основном они греют, там, на огне, ну, некоторые доказывают, что нужно кипяченое, некоторые берут с ручья, с ручья, даже воду, ну, люди смотрят, что можно инфекцию, мы берем, с колонки газовой, воду набираем, и колотим пока таким миксером, без анамешалки, ну, очень легко, красиво, если большая пасека, использовать мотопомпу, берете кубик, пластик, ну, здесь вот и нету, мотопомпа, их очень много сейчас кормят, по кругу гоняют, и быстро растворяются даже в холодной боте, ну, мы пока таким, где-то сиропом колотим, ну, не пал, сиропом. Дальше, следующее, есть вопрос, заниматься, следующее. По кормлению есть вопрос, у кого-нибудь? Что у кого-то, что у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то. Сейчас, четыре отверстия по 2,5 мм, раньше делал по 2,8 мм, делали по 2,5 мм, а на следующий. И с нами. Инвертарды пользуетесь? Не, не пользуюсь. Вот, смотрите, эта платформа, это давно было, сейчас у нас стельный генедовый корпус, это мне делал в молебода, кстати, сам. Вот были подкрышники, крыша на кладочку, сейчас это все ушло. Сейчас крыша просто ложится вот так, как вот здесь, просто ложится и все. Вот кормушка, это на виток кормушка, там есть размеры по кормлению. Это, кстати, с медовой сыном кормлено. Оно следующее. Ну, вот здесь видите, как стоят. Следующее. Ну, витро, мы берем 20-литровое витро, как раз удобно нам разносить. Пару ведер взяли, на три, четыре. Один набирает, тресенька, а второй раз может. Следующее. Вот тут, если Андрей назад, оно увеличит. Ну, здесь пробка, обычная стандартная пробка, здесь видно восемь отверстий. Сейчас, в последнее время, мы делаем их в четыре или восемь. Восемь по два или четыре, два и пять. Ну, забирает одинаково. Воспиталку, если я кормлю, вот здесь тоже восемь. Воспиталку, если кормлю одну, делаю отверстие, беру пол-литровую бутылку, ей на день хватает. В основном воспиталку на день. Следующее. Следующее. Вот раньше мы кормили, видите, через крыши. Когда похолотание, они не всегда берут. Мы от этого отказались. И второе, ну, крыша гида, панера ломается, а пили, когда железом, не стали этих дырок делать. Через дырок лучше берут. Следующее. Вопрос о забивании пчелы в выходе его в литрки есть, происходит? Не, они дружно ходят нормально все. Вот, видите, ряд целых. Хорошо, раздал, раздал. Снял пустую ведро, полную поставил. Ребята, или студенты, или пчеловоды, коллеги. Давайте так, культура не будет. Смотрите, мы кормим после подсолнуха. Чем раньше начать, тем лучше, чтобы матка не избавила от темпы яйцекладки. Я многие, ребята, спрашивают, у меня, как вы кормите? Мы кормим два раза в неделю, полтора литра даем за раз. Два раза в неделю, через три-четыре дня, чтобы матка держала от темпы яйцекладки. Ну, и мне потом ребята как бы отзываются, говорят, знаешь, попробовал давать или кормушки, или пакетами. Вот, полтора литра, два раза в неделю, семьи намного крепче заходят в зиму, чем если не кормим. Ну, в прошлый год мы пять дали раз. Раньше проваживали люди. Проваживали и кормили. Этот год мы не проваживали, покормили всю пасеку пять раз. Пять раз. А трехрамочные, где видели, что там, знали, что там легкие, дали шесть раз. И все. И даже мы не проверяли, внес, да, не составляли, забрали эту рамку, и так зима не пошли. Все перезимовали сто процентов, а одна обсыпалась, по моей видимости. Я по холоду менял и раз. И я только проверил все, и отводки на наличие кормушки. Дальше следующее. Вы дожидаетесь минуса на подсолнухе, или еще когда при вес идет, и начинаете? Ой, лучше когда, когда подсолнух закончился, лучше сразу начать кормить. Дело в том, что оно не всегда так получается. Надо наставки, ну, мы стараемся забрать наставки, потом кормить, чтобы туда не поместить. А если пчелы мало? Пчелы мало? Ну да. Ну, все равно кормим пчелы. Следующая. Когда последняя? Последняя, да? Да, в комбине и последняя. А ну назад там, где кубики, возвратись, он будет, пожалуйста. Я покажу вот это устройство на литок. Вот видите, вот она так стекуща на литок. Ну, мы раньше просто прикручивали, сейчас взяли такие шайбы большие, потому что отламываются под весом. Здесь диаветер 30 под пробку. Лучше делать так, чтобы чуть-чуть ванночка была. Делается фрезой мебельной, не пером. Перо, острая дырка будет протекать снизу. Перо не годится. Фреза мебельная, плоская, 30-ая. Есть длинные фрезы. Есть форш такая длинная. Я брал покороче, ну, наваривал ножку и, короче, так режем. От литка 25 отверстия. И желательно вот это горизонтальное. Пересекается, когда с этим вниз немножко ванночка, хотя бы сантиметр. Когда вы бутылку прикинули, сироп, чтобы тут не тек через литок, а туда в баночки набрался. Ну, еще следующий. Вот видите, здесь вертикальная, вот горизонтальная. Раньше мы делали такие, как бы поняткой закрывали, потом от этого отказались. А ну, следующее. Вот ванночка, видно, вот здесь высота немножко есть, да? Вот здесь немножко высота есть. Вот, следующее. Вот бутылка, как заходит. Ребята. Пчела хорошо уходит, свободно сюда. Следующее. Ну, вот она. Доброе, по кормлению нет вопросов. Есть, не пробовали ли пластиковый уголок сделать такой? Когда я делал деревянные, ребята, многие сделали пластиковые с бутылкой. Я сразу говорю, ребятам, уголок, вот в ютубе один выкинул, страника сделал. Получилось, снизу заглушил тоже такой пробкой, я не помню ее фамилию, и в нем получилась ванночка. Если делаете пластиковый, я сразу говорил, ребята, берите наждачку, проходите все внутри. Я не стал пластиковым. Спрашивают про варенье, а парафиньки не про варенье. Желательно литок в корпусе прокрасить, и там где литок, потому что, ну, заневает передняя стенка. Снимает. Пластиковое, можно делать, это не проблема. Ну, еще один вопрос. У меня прикручено, ровно стоит пластиковая, будет бутылка падать. Думайте, как ее крепить. Или проволочками привязывать. Ну, это играться надо. И второе, в каждый уголок или трубку надо брать наждачку, и, соответственно, хорошо, и туда-сюда крутить. Ну, извините, что. Ну, это сидеть, голову себе порвать. Тупо. Нет, это простая осозна, что было под руками, бегом надел. Знаете, как оно у нас? Решил сделать, бегом, 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 сделал, назад, и на клуты, на клуты, вот пришел кормить. Вот такое. Что еще по пластику? Почему пластику? Мы когда-то кормили трехлитровым бедром, и вот этим, что медом торгует пластик. Металпласт 3 литра. Ставили в пустой корпус два ведра, и я посмотрел, у меня много пчелы тонет. Я не понял, мы ставим под стенку, пчела тонет, плотики есть, и солому бросали, и пенопластовые плотики наламываются. Потом я пришел к выводу, что он скользкий, пчела заходит и не может выйти, ведра от этих. Мы взяли наждачкой и попроходили, прекрасно стали забирать. Вот потому я говорю, если из пластика, берите наждачку, и журуйте, как бы, наждачкой. Добрый дождь. Не пробовали ли вы эту систему на нижний литок? Ну это на нижний литок. У меня была такая система, я когда-то еще в предстоитке, когда начинал пчеловодить. Кстати, я пчеловодил 30 лет, и с 89-го года, с двух районов я начал пчеловодить, два роя. В пустые улья залетели без рамок, они на потолочном, это на улице языки, вот я начал пчеловодить. В нижний литок, я раньше, когда была паська 30-40 семей, я пользовал подогревом, и второй вопрос. Я давал воду в нижний литок, давал в стеклянных бутылках. Вот таким методом, только бутылка была без резьбы, была такая ванночка, которая входила в многокорпусном, там высота 20 валиков, она входила в нижний литок. Ну, уложил туда в ванночку, если пластиковая тряпочка уложил, и спичку подлаживал. Ну, чтоб как для цыплят, вы поняли? Ну, и бутылку проволокой приключил к корпусу. Ну, это когда было 30-40, потом я от этого отказался. Я давал воду, пыльцу, давал, конечно, когда кормишь весной, подогрев, они набирают на корпус больше, на корпус 30-40. Хорошо, еще вопросы какие есть? Скажите, пожалуйста, вы вот при отборе подсолнуха оставляете подсолнух на зиму, да? Да, я фактически зимой на подсолнух. И сколько вот рамок вы оставляете? Ну, я же ответил, когда мы снимаем корпуса, может, как вы не понимаете? Когда снимаем корпуса, закончился подсолнух, давайте так. Мы проходим, желательно, чем без третьего лучше, мы забираем одну рамку, одну рамку. Ну, где слабая, вот, говорит парень, нету в чём, если две можем забрать. И бросаем сюда желательно диафрагму, составную вот эту тёпкую. Раньше мы этого не делали. Забирали эти рамки, там, в октябре, в наябре. Зачем? Они в ней не нужны. Обычно, когда мы работаем, если я сказал, что мы за сезон 3, максимум 4 раза, то это не здорово. Вебраховка задает вопрос. При работе, какая рамка мне нравится, расплод, не расплод, я её на выбраховку выбрасываю под стенку, туда-сюда, первая или вторая. Башину стараюсь в центр давать. Дальше, в любой момент, я могу вытянуть ту рамку, даже осенью, вы её вытащили, одну рамку или две. Мы всё, вы её откачали на выбраховку, выставили, чтобы пчёлы забрали, несли от пасеки подальше, чтобы пчёлы их высушили. Мы забрали одну рамку, кинули заставную. А ну и чё, ваш вопрос, я не полностью ответил. То есть у вас получается 6 рамок остаётся? Остаётся 6-7 рамок остаётся. И потом вы даёте уже сиру? Да. Ну, я работаю, я не оставляю много корпусов, я работаю сдавливаем. Я на подсолнух сильно сдавливаю, пчёлы у меня даже слепляют. Почему? Когда-то в 13-м году у нас есть фирма, просто мы, Анатолий Николаевич Салтан, они на Пимонте в 13-м году выиграли на мою миду золотую медаль, там, крафчий сотовый медсвейтур. И вот что меня к этому толкнуло? Мы договорили, что я им дам мёд в соток запечатан. Нужно было, чтобы полностью запечатал. И когда я смотрел, где много корпусов наставок на подсолнух, там, 4, 5 или больше, и сильно обсижу, неплотно. Получается, они не сильно печатают. Мне надо верхний забрать, печатать, но я проезжаю, а люди печатают. Как падка, карминка тогда была. Я взял, поздавливал. Они прекрасно работают. Вот Волокович, советский журнал «Пселогонство», он тоже говорит, сдавленное лучше работает, лучше мёд насят. Потому я на подсолнухе сдавливаю. И когда я, получается, каждый раз прохожу, через 3-4 дня я прохожу, забираю корпуса на подсолнухе и даю пустой нагнеток откачивать. Ну, это уже технологии мы пошли рассказать, здесь фотографии. Можно фотографии, но уже и отмечу. Смотрите, я когда снялся, я гнездо шлесал, у меня контроль есть. И у меня каждый раз добавляется 2-3 гнездо, мёд добавляется, за счёт того, что сдавленный я. И получается, что я зимой на гнезду. Я тот, который дал сироп, это практически на осень чуть-чуть матка. Вот я в этом году прошлом, в 18-м, дал 5 раз по полтора литра. У меня на контроле осталось плюс 2 килограмма. То есть то, что вы дали, блин, не всю осень, не до зимовки, не всю сироп. Они его в ноябре скушают, то, что я дал. И им мало даже будет. Они фактически на метру. Раньше как бы составляли гнезда, сейчас не составляют. Доброе, давайте... Что тогда вы за работу или за что? Оборудование. Давайте оборудование немножко. Тоже по так, если можно, открыли, попробуйте. Что там открыли? А сейчас смешать. Всё, открыли. Пользуемся воздуходувками. Это бензиновая воздуходувка. Мы отказались от бензиновой. Сейчас работаем на аккумуляторе. Это первая мне опять труб, товарищ с Америки, передал. Ещё в Украине никто не знал, что это такое. Это японский бренд. Эхна, она очень долго нам послужила. Труба с плюсом, видите, длинная труба, не нужна длинная. Вот труба короткая, чтобы вам удобно было рукой раз так по улочкам. Дуть надо правильно. Вот, смотрите. Вот мы работали на платформе, вот сдували в подсолнух и в ту сторону. Видите, какая высота. Я раньше боялся и так задают, дутная пчела залетит, молодая останется, не останется. Очень мало где. Она не успеет упасть на землю, она уже летит туда, откуда вы дуете, как при облёте. То есть мы не дуем там с соседних семей, мы дуем с той семьи или рядом и направляем напротив, чтобы пчела зашла в свой улей. Если надо подсилить там рядом слабышко, поставьте на слабышко туда, куда пчела поёт, и много пчелы там останется. Хорошо. Квебеки и воздуходурка. Ну, пчелоудалитель и воздуходурка. Если вы сильно дадите сразу обороты, вы просто утрамбуете пчёл в улочках, пчела не выходит. Сразу маленькие обороты, потом сильнее. Всё, сильные не надо, оно и рамки выдавает. Сильные, мощные. Давайте следующее. Сильные, мощные, медогонка. Пользуемся медогонка. Фирма Лесонь с компьютера. Здесь 11 языков. Медогонка у нас где-то с 2011 года. Была сразу вот эта, метр двадцать. Я её продал, купил на девяносто. С подогреваемым дном дальше. Стол тоже Лесонь. Это поилка. Стол тоже Лесонь. И купили станок. Сейчас будет фото. Давайте следующее. Поилка. На басеке, я считаю, одна должна быть поилка. Ну, максимум, когда 400 семей на тачку, мы ставили две поилки. Максимум. Вот поилка, она длиной больше двух метров. Смотрите, здесь фризой сделаны такие канавы. Глубиной два, два с половиной сантиметра. Доска. Это сороковка. Сейчас пятьдесятку. Вот здесь соединяем. И где-то здесь соединяем. Каналы между собой соединённые. Ну, желательно в нескольких местах. Я покажу. Там у Вани Фаброна, экскурсия на баску, там видно доска. И гиабетон здесь выше, на сантиметр. Получается вакуум. Когда вы заливаете, тут доска забита. Ну, следующее фото. И хочет. Давайте мы дойдём до бетона. Андрей, давай, во-первых, начинай. Воздухотовка, закрывай. Следующее. Медогонка. Поилка. Ну, давай по одному. Крывай, разумею. С другим редактором. А? С другим редактором. Хорошо. Вот медогонка в работе. Видите, это в мастерской. Качаем дома. Мёд очень давно качаем. Я не скажу точно, с какого года. Ну, наверное, с 2005 года качаем дома. Поле не качаем. Мы отказались от поля. Тем более у нас есть решётки. Ну, расплод фактически нет. Даже когда не было решёток, мы всё равно качали дома. Почему? Мы в любое время, когда надо, качаем. Соты могут и неделю, и две, и три. Бывает тут у нас помещение. Три с половиной на шесть. Мы забиваем почти полностью. Как усами. Когда надо, или настроение стоит. Мы очень часто ночью даже качаем. Что говорите? Ну, вы на качёвку ездите, там семей 200-300, а на качёвку стоит у вас семей. И 400, и 600 вывозили сразу. Ставили на один качёв 400, 200 ряда через километр. Да, мы домой, и... Только же сказали, что бывает раз в четыре дня по магазину снимали на качёвку. Но домой вот в Кирсово... Скорее, мы тоже возили, да. То есть, и каждые четыре дня снимали. Или вольво везём, или у нас есть двухостные прицепки, бус, прицепки. То есть, когда машина ушла, опять приезжает, опять сняли. Ну, бывало такое же, ребята, приезжали вольво 400 корпусов, два покачаем и поедем. Ну, два сняли. Ну, раз в неделю, получается, съём где-то, да, если так. Смотрите, у нас очень большой запас корпусов и суши. Вот я сейчас продал много очень суши. Продал, ну, как и смотрю, излишки. И она в основном вниз под расплодом, она в основном светлая. Ну, бывает, чуть-чуть потемнело, но это же не страшно, расплода не было. И у нас обмен есть постоянно. Мы... Даже бывало такое вот, на кориандре или на подсолну, если далеко паска стоит на выезде, кориандр, триста, сорок километров мне ехать. Что я делаю? Мы забили полную мастерскую, сколько я видел, что уже надо на подсолнух, что состали, прокачали. Или уже приехали на подсолнух, встали, прокачали. Ну, например, ферсоны, кориандр, дорогой мед, вы снимаете всё до гнезда, абсолютно. Да. Ничего нет. То, что в гнезда, всё... Ну, давайте, если время по технологии чуть-чуть. Мы, короче, что делаем? Мы снимаем... Ну, давайте по технологии, я покажу оборудование потом, если будет. Потому что... Два часа мы договорились, полчаса ответим вопросы, да? Хорошо. Следующее. Открываем? Да. Отстойники. Насоса нету, два отстойника, я уже сказал, ёмкость нержавейки, а тут входит 7 бетонов 40-литровых лёда. Ну, наливаем вот под самый край. Краны большие, следующее. Машина полный привод с блокировкой. Ну, сейчас много иномарок, и хороших. Машина, я никогда ни с прицепом не сидел. Вот, Вольво, кубик для воды. Никогда не сидел, даже с прицепом. Одеваем хорошую резину вездеходовскую, потому что были зацепы, и поехали. Полный привод, блокировка, Д4. Она старенькая, 2003 год, но она работает, работает, ремонтируем, и лучше. Заново, я пока менять не хочу. Всё ремонтируется. Дальше. Вот кран, два дюйма. Заливаем отстойники, когда качаем, не фильтруем. Восквит всплывает, следующее фото. Потом фасуем или в бочке, или фасуем, приливаем 200-литровой бочкой. Конечно, это двойная работа, можно насос убрать 200-литровый. Ну, как бы по старинке работаем, я говорю, мы качаем с 2005 года, когда насосов не было. Потом ребята завозили с Россией, там ещё откуда-то покупали, в Европе. Следующее фото. Вот металлонка. Сейчас это металлонка, подогреваемое дно, вот тут блок управления с верхним редуктором. Жалей, что не взял и стены с подогревом, это лучше. В любом случае, даже когда акации качаем, мы выставляем здесь 40-45 градусов на подогреве. Мёд, когда подогрев дна работает, во-первых, легко сливается, легко выкачивается, во-вторых, он даже подсушивается в металлонке. Капля, когда идёт, она попадает в тёплый воздух, и она хорошо воздух забирает в лаву. И плюсы ножи, дальше, с подогревом распечатка. Раньше пользовались кнопками, от этого мы отказались, это ненужное дело. Даже рамки без проволоки выкачивают и редко когда ломаются. Металлонка, она, если даже включите 100% мощность, она не взлетит. Она умная, она 4 раза будет поднимать оборот. Металлонка, сколько минут? Откачиваем цикл, ну, по настроению, 2 минуты, уже рамки почти сухие. Чтобы рамки полностью сухие, 4 минуты. 4 минуты, вот так. Да. Она крутит, как стиральная машина. Тут, кстати, есть видео, откроется, нет? Да. А ну, давайте дальше. Ну, это горячихо немножко. Вот, смотрите, металлонка, улавливатели. Вот некоторые говорят, вот послушайте, я бы так сказал, техники и профессионалы, что там лучше взять там 3-4 радиальных, чем одну радиалку, ее пока загрузишь. Это глупости, ребята, не слушайте никого. Я не смотрю туда, я беру по 2 рамки, бросаю. Смотрите, рамка свободна. Вы когда начинаете крутить, она плавно начинает. Там процент мощности. Я ставлю 25 процентов, или 30, 25, это медленно. И плюс обороты. Она зацепил, может разворачивать оборот, ну куда. Может уменьшать, как вы построите программу, все. Она когда начинает крутить, рамки все становятся внизу. Вынимаю, вот так беру пальцы, смотрите. Вот сколько я взял, 3-4, вот так и достал. Вы спустите, раз и в корпус, раз и в корпус. И не слушайте никого, что радиал, коллегчат. Когда вы пока попадете в эту кассету, это говорят те, кто, что вам иностранные производители на рынок не зашли. Следующее. Это машина, двухосный прицеп, это уже домой мы собираем. Домой увозим очень поздно, когда уже, вот видите, подсолнух скошен. В октябре завозим, в конце, в середине октября. Домой не везем, потому что соседи, воровской, все остальное, зачем она надо. Ну, сторож немножко бывает между, хотя домик укеплен венопласт. Вот Улья стоит. Хорошо, следующий ход. Вот сейчас использовались, в последние годы, штилем 50 и 56. 86-й он не нужен, он сильно мощный, это на дорогах, в ямах камни выдувать. На пасеку 56-го, это высшая крыша. Он рамки выдувает, корпуса выдувает. Следующее. Тачками такими пользуемся. Был у меня открыт, я его, кстати, продал вчера. Ну, хорошая резина, там стояла со скутера. Я посмотрел канадцев, как они возят. Они берут пачками и с машины упал и возят. Вот я посмотрел, у них только маленькие колеса, я взял эти. Эти чуть-чуть репят. Ну, возим сразу с медом по 10 корпусов. Без меда можем взять и 13 выше тачки, выше себя рукой. Придерживая, так под рукой перемешаем. Лучше, конечно, делать, чтобы порога у нас не было. Вот роги, два, и все, колеса, там перемычка, ногой оптер, и здесь вот ручка есть. И вот эти ручки. Вот эти ручки короткие не делайте, делайте длинные. Видите, я раз делал вот здесь, потом доварил. И давал вот здесь все. Вот, я доварил потом. И сбоку, чтобы, когда везете по ухабам, такие как захваты, чтобы не падала стопка у вас. Следующее. Вот вторая, только их где есть. Дальше. Вот эти захваты. Ручка, ну, там ручка круглая, здесь квадратная. Следующее. Вот стопка, смотрите, как работает. Следующее. Сейчас пользуемся вот этой воздуходу. Она очень мощная. Она может и стула так поставить. Ну, мы не дуем на все, аккуратно дуем. Следующее. Вольво. Вольво на подушках, тут спалка, все есть в машине, камеры задние. Она очень мягкая, по нашему бездорожью мы ни разу не оборвали ни одной рамки на ней. В этим ямам, где мы только не ездили. Но, я же говорю, и тут, и куда нахер сонщина. От нас езжать это ужас. Просто дорог нет. Спалка, автономка, выкинули все, бортовая. А сколько? Грузоподъемность 6 тонн. Грузим за раз 120-150 семей за раз. Восьмирамочные. Она говорит, 30, в два яруса 120. Если 2,5-150, то 130. Вольво из прицепа вы отказались от павильона. Проще машину загрузить. Да, дело в том, что сын, папа, можно я поеду? Ну, когда прошу, чтобы переезд. Говорит, посмотри его на платформу. Они же зацепят и еле едут. А он же сел на подушках. Она же мягкая и укроженная. У него отсекатель на 90. А он 90-й пошел. Я когда с бусом, с прицепом на двухгостном, бывает, отрывают рамки. А тут никогда. Привозим мы и не качаные. Очень часто семьи. Тяжело рвозить. Хотели ставить на нее манипулятор. Ну, лучше погружуще. Дело в том, что у нас большая семья. Сейчас как бы дети отдельно работают. То свадьба, то еще что-то. Знаете, как? У нас 5 сыновей и 3 доночки. Ну, и потому до манипулятора, как бы, дело не до что. Когда решил ставить, уже хотел ставить два года назад манипулятор или три. Ну, лучше подожди пару, что щеклотину. Ну, посмотрим, что оно будет. Ну, вы вывозите корпус с магазинкой, а потом уже вывозите магазин на столе. Двумя с трема вывозим. Двумя с тремя. Да. С лицами и сем не качаные грузим. С кориандра тоже. Сейчас, кстати, кориандры не хотят сеть, потому что... Повезли прошлый год вставать ячмень, позор, прошлый год. В 17-м. А он воняет кориандром. Не хотят. И цена сильно упала. Почему кориандра у меня? Да. Земля воняет очень. Эфирное масло очень воняет. Давайте дальше, Андрей. Время идет. Вы грузите и потом его пхаете по кузову или на кузове? Да, на кузове и 4 на земле. Машина проезжает. Ребята, мы везде становимся. Там будет фото. Чтоб машина проходила везде. Хотя бы с одной стороны. И в бус, машина. Мы не таскаем. Уля, что зна куда и корпуса. Когда работает, машина должна подъехать здесь уже надо. Вот так. Сразу выбираем место. Не всегда мы становимся в посадках или в детке. Не везде такое место. Там на Херсонщине вообще посадки повырезали под корень. Среди поля. Ну что сделаешь? Потому уля белая, они не перегреваются. Белая уля. Пчела. Ну вот кучится. Ну нормально переносит. Слезно. Работает жарко. Ну больше. Открытое солнце. Ну если на Херсонщине, то мы в 12 часов и куда-то на канал или магазин. Потому что там солнечный удар получишь. Можно кончиться. Зачем? А потом часа уже. Мы едем. Если на Херсонщине, на ночь едем работать. Берем бус с корпусами или вольво. Ну в основном вольво оставляем. Приехали, оставили. Приехали, даже мы там в 2, в 3, в 4, в 5 встали. Уже чуть-чуть покемарили. До 12 поработали, допустим, с корпусами. С матками там не работаем. И на канал или куда. Потом уже после 4 опять пришли на Пасху, что нам надо. Если день. Стараемся в основном за день. Мы не живем на Пасхе, не сидим. Стараемся за день. Делаем работу. Следующее. Это станок. Вот. Лысон для распечатки. Вот это компьютер подогрева. Тут выставлено 70 градусов. В основном, сейчас я качаю на 90 градусов. Говорят, что ножи электро неплохие. Не слушать никого. Хорошие. Паровые, может, и лучше. Подельные. Он регулируется на любую ширину бруска, на любую ширину рамки. Можно резать почти до ващины. Следующее. Вот направляющие цепи. Он подает по одной рамке туда, в одну сторону. Следующее. Вот ножи электрически с зубчиком. Видите? Вибрация. Эксцентрик вправо-влево распечатка. Это польский лысо. Когда мы покупали, у нас стоял выбор. В финске был 6500 евро со столом. Там, в Финляндии, на складе. Итальянский Лека был 4600, по-моему. А этот стол у нас был. Мы просто голову купили за 2,5. Он стоил, не обошелся, а 3100. Сейчас они немного подняли цену. Но если уж такая стна, можно посмотреть другие фирмы. Кстати, сейчас густи и Камаза скопировали с финского. И должны делать неплохой станок. Скоро они его... Может, в Харска, я не знаю, был, не был? Был, был. Был, да. Камаза скопировали с финского. Очень простой, очень легкий станок. И очень хороший станок. Дальше, следующее. Вот его внешний станок. Дальше. Вот внутри сетка. Мне спрашивают шнек. Шнек дорого стоит, 4-6 тысяч долларов. Я не считаю, что есть смысл его покупать. И когда мы качаем, ножи с подогревом, мед подогревается. И забрус за ночь все стекает. Забрус почти сухой остается. Выкинули на следующий день. Кран внизу сливной. Там сделано, как бы, конус, коры, пистолет. Следующее. Вот, педагоги, следующее. Вот поилка, кто спрашивает. Вот, смотрите, забита доска, просверленное отверстие, чтобы вода не выливала, когда вы перекидываете бетон. Вопросов нет по поилке. Следующее. Поилку, ребята, ставим возле сторожа. Если заснет или что, напротив вагончика, чтобы сразу разбудить. Мне когда-то фермер звонит. Володя, ты поилку поставил? Я говорю, да. Я звоню на сторожа, а он выпил и спит. Петя, говорю, поилки воды почему нет? Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, мне уже фермер звонил. На ферме уже пчелы пьет. Так я, говорит, не выйду, словом он. Он закрылся, прозевал, короче. Ну, в основном они успеют разбудить его, чтобы не закрылся. И зальет в воду. Следующее. Так немного воды выливается, когда один человек. Немного. Ну, четырехлитровый, четырехидерный. Можно 30-ти литровый взять, чтобы легче было. Один человек переворачивает и все. Главное попасть. Резко. Ну, быстренько. Ну, там немного. Вот держите за ручки, вам пальцами закрыли. У меня вдруг, это вот здесь сбоку, вот так отверстие. Сбоку, чтобы пальцами закрывать. Потом сделали по центру. Следующее. Вот отстойники наши. Следующее. Это сближка. Следующее. Прицепы с трапами, чтобы можно было, если домой произведем, на откачку. Трап ложится на землю, борт открыли, и тачкой возим стопки прямо на откачку. Ну, или в мастерской. Следующее. Следующее. Инструментом пользуемся нормально. Что-то сделать надо инструментом, мы как бы не жалеем. Следующее. Это пневмостендлер, рамки сбивать и все остальное. Все, да. Ну, Андрей, попробуй видео. Там два видео. Откачки. Два по метагонке, один по станку. Видите ли видео? В этой папке есть видео. Нет, оборудование. Анна, подожди, извиняюсь. Откачку в этом. Мы это делали оборудование, давай откачку в этом. Вот здесь. Видео можешь найти? Открываем. Вот, Андрей, подкачаем. А ну, вот он оттуда дома. Мне перевернуть его, да? А ну, там еще есть посланков. Я думаю, что теперь, ребят, в основном, как работает видео, наноши. А ну, там еще есть посланков. Та-та-та. Продолжение следует... 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 Хороший человек, хороший матковок. Когда, как и какой способ вы меняете маток? Двухлетний, трех, если у вас там что-то заваляется? Смена маток, когда вы меняете? Давайте на вывод маток перейдем, когда откачку мёда бросим, оставим. Не пробовал итальянку. Хотел попробовать, я и договорился, уже в Штатах взять кардаван. Несколько маток, и мне товарищ пообещал, что передаст, но я как бы не взял. Не пробовал. Я понимаю, лучше одна порода, но у меня очень много просят пакеты, просят маток, даже ту же самую кардинку. Я бы перешел на бак по 100%. Но просят многие кардинку, просят, просят, и я потому не могу власть. Понимаете? В основном, если торгуют, то не плотными матками. Вот смотрите, вот эти американские мысочки. Здесь ничего комиссар или кто-то сказал, да ты каждый переставлялся. Здесь ни один маточник не переставлялся. Вот, они ещё не запечатаны. Видите, сколько молочка. Здесь видно, очень хорошо, красиво видно. Делали двойной перенос. Только двойной. Даже если хороший приём, двойной. Желательно, даже первый приём на молочко. У меня всегда из холодильника молочко. Развожу с кипячёной водой. Первый. Всё равно давайте следующего фото. В клеточках. Пользуюсь клеточкой, в основном мне нравятся вот эти клеточки. Бегутями есть, но я не пользуюсь. Как-то привык по старинке работать. Хотя есть три никота есть. Дальше следующий. Вот, воспиталку обязательно сдавливаем. Это уже матки подозревали. Следующее. Маркеры. Маркеры. Пишем на ульях, на крышах пишем и на задней стенке. Где какая матка. Обязательно режем крылья. Я покажу там ножницы, маникюрные, чтобы не забыть. И метим. Или краской метим, или метим ополитками. Следующее. Вот эти маркеры хорошо стоят. Второй. Хорошо держится любой из них. Вот с этих маркеров. Они держатся прекрасно. Перманентные маркеры. Смываются растворители любые. Следующее. Это тоже мат. Дозревали уже матки. Следующее. Вы выводите с частичным наследением? Сейчас я покажу, расскажу. Смотрите, я делаю перенос личинок. Я как бы привык. Тепло, жарко, не жарко. Я беру вот такая у меня есть пенопласт без рамки. Есть такие заставные. И с пленкой. Обязательно на ней я делаю. Ну, накрываем как обычно. Стандартно. Теплый перенос. Делаем. Покажу сейчас шпаты. Следующее. 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 Это нуклеусы на три рамки. Польской лысой. Кстати, нуклеусы. Когда я был в гостях, когда мы были в Крыму, у Аркадия Большакова, очень порядочный матковод. Он вылил сам, своими руками, больше ста тысяч маток. Он работал на Кавказе, на Крупной Пасте. И там ребята ходят пуля, там то и сё. Я возле него крутился. Я посмотрел, у него все нуклеусы на земле. Я спрашиваю Аркадия, почему у вас нуклеусы на земле? Он говорит, Володя, не так разбивается. И лучше прилет маток, лучший процент возврата маток. Не так разворотится на земле. Вот я ставлю буряные, трогу на земле прямо. Раньше на подставки, на скаты. Сейчас я его не делал. По два, по три китаем и всё. Дальше следующее. По полным работаем таксом. Вот трёхраммочный литер. Дальше следующее. Заселяем, если эти или не плюс, на рамку расхода и рамку строшиваем. Заселяем. Смотрите, если, вот с весны я планирую, если это семья у меня, там, допустим, я оставил 10-20, мне надо нуклеусы заселить. Или делаем сборные от плотки. Или делаем, допустим, семье, даём второй корпус трехсот. И она набирает на рамсе. И перед акацией я беру, просто подношу вот таких нуклеуса, открываю я. В крыше ставим, вот так плотно, один к одному, 4-5, сколько мне надо. Забираю у неё 4-5 рамок печатного расплода, вот ставлю плотно. Каждый печатный, самый лучший, выбираю. Вот в этом году мы так делали в прошлые годы. И берём ещё по рамке струшу. В основном струшу с открытого расплода сващили трусим. Когда плотно стоят, закрыли крышку и унесли. Второй вариант, как реформируем отход. Мы когда, чтоб пчёлы, если мы, допустим, пакеты не продали, чтоб пасека не рвилась, если мы стоим на рапсе, мы проходим два раза по семьям. Берём, ставим обычное дно, корпус и крыша. С Сеуля всё взаимозаменяемо должно быть. Любое берёте, как конструктор всё. Мы подходим к семье, нашли матку, забрали вот две рамки расплода. Или три. Ну, в основном две берём за раз. Ну, смотрим, если там есть мисочки или что, бывает больше. Минимум одну. И струшим одну-две. Смотрим по силе семьи. Ну, чтоб, как бы, подровнять им. Берём обычный корпус наш, гнездой. И при этом пользуемся, очень хорошая идея в коноплина Андрея Валерьянко. Брызгаем Валерьянко. Раньше брызгали мятой, беречной мятой или просто сладким сиропом. И набиваем вот два корпуса. Даём пчеле слететь. На следующий день берём уже, подносим сюда эти трёхрамочные улили. И сразу разбиваем её на коноплине. Всё на месте. На месте. Или мы возьмём домой. Ну, смотрим. Маточники даём на следующий день. На следующий день. Следующая фото. Следующая. Ну, мисочки вы видели. Следующая. Кстати, племенных маток подсаживали раньше. Изолятор однорамочный. Это, кстати, матка приехала. Вот, Кенис привёз. Он вышел. Вот, откол бы, вот эта матка. Помоем. А может, я ошибаюсь. Решетку это для радуса. Я пробовал. Мне не понравились наши обычные колпачки маленькие. А вторых, у них крупная сетка. Я взял с маленькой сеткой. Сделал побольше. Такой колпачок. Всегда вы найдёте и мёд. И расплотно выходить. Свободные ячейки. И когда сетка большая ячейка. Вас могут брать пчёлы. Матки. Рызкрыли. Там заново. Вот так. Тут она недоступная. Вот так вот сажим маток. Следующая. Кстати, мисочки. Подсказал Фурсик Игорь. Спасибо ему. Тяжело чистить маточное молочко. Выбрасывать как бы жалко пластик. Они стоят тысяча штук. Где-то 80 долларов. Чуть больше, меньше. Тысяча штук. Если на сотню дороже в Америке. Перекись водорода залить на час. Она стоится. Потом водой промыть. И очень легко чиститься. Он даёт прямо так. Ставит в рамку привычную. И даёт пчёлам пчёлы вычищать. Ну и я беру вот этими палочками кофейными. Я их прочищаю. Перекись водорода чистая? Да. Я беру чистую аптечную. На час залил. Постоял. А она поживала. Иногда смачиваем водой. А потом перекись удалил. Очень хорошее дело. Спасибо. Хорошая помощь. Потому что чистить маточное молочко очень тяжело. Оно залипает. Тягучее. Тяжело. Следующее. Везде в основном остаётся молочко. Это уже матки выходили. Притом это матки на подсолнухе. Следующее. Клеточек не было. Я купил в России. Есть вот эти пластиковые. Они чуть-чуть уже. Кстати в Никополе. Там современная пластика есть в Мази. Она чуть-чуть уже. Но височка хорошо. И маточник плотенько уходит. Не болтается. Кормовое отверстие забиваем кандем. Обязательно ханки. Воду не даёт. Хорошо. Следующее. Следующее. Если в нуклеусе. Вот эта матка мне Андрей Бескорский делал его. Вот посмотрите сколько в них пчелы на перевозках. Они на битве пчеловеке. Очень важный температурный режим. Очень важный. Особенно первые несколько. Он держит 2 суток инкубаторы. А потом уже приезжали. Но я приехал забрал его. И всё. Или перевожу в трёхрамочном маток. Когда мне надо что-то. Ну какое-то дело. Или привиться. Или что-то. Трёхрамочный пенопласт. Или вот так. Вот допустим. Уже осеминённые матки. И ложные матки. Вот смотрите. Он продержал в инкубандре. С газом усыплённая пчела. Вот столько пчелы. Это очень важно. Потому что. Ну есть смертность. Другие вопросы. Но это обращайтесь на следующий. Ну это тоже следующий. Вот воспиталка. Давайте по воспиталке. Воспиталка. Ну я уже сказал. Мы проходим на рапсе. Или на подсолнухе. Тоже такое делаем операцию. Если мне надо. У меня есть трёхрамочный. Я хочу подселить. Допустим. Зиму. Я прохожу в семье. Забираю. И обновляю гнездо. Кидаю внутрь ващину. Я набиваю. Просто улей. Набиваю. Таких улей. Ставлю рамку суш. Или рамку мёда. И дальше расплод. Расплод. Набил два корпуса. Я могу привезти домой. На следующий день. Сделать здесь прививку. Кашковский. Кстати. Говорит. Что. Когда несколько. Пчёл. От нескольких маток. Они как бы. Не влияют. На матки. Не передаются. Когда от одной семьи. Когда сборный отводок лучше. Второе. Некоторые говорят. Что через молочко. Ничего не передается. Ну. Я допустим. Верю в теории. Что через молочко. Передается. У баквашиков. Есть такое мнение. У тюшки. Серая пчела. И вот. Если. Они говорят. Если воспиталка была. Карника. Или карпатка. Будет серая пчела. Проскакивать. Я пользуюсь. Для воспиталки. Карника. Она лучше. Мне больше нравится. Потому. Я считаю. Через молочко. С маткой. Вот. Эта семья. С маткой. С маткой. Вот здесь работает матка. Давайте. Я теперь вам скажу. Как работает матка. Вот здесь решетка. Обязательно открыть литок. Если у вас дома нуклеус. Обязательно решетку нужно. Обязательно решетку. Потому что. Залетит матка. И все на сматку. Каждый день. Даю пол литра медовой сыпи. Каждый день. Воспиталку. Есть я. А так нету. Я кормлю. Вот видите. Кормлю. Желательно. Ее чуть-чуть в корпусе поддавить. Чтобы она хорошая была. Делаю. Раз в две недели ротации. То есть. Получается. Тут мед набивается. Вышло. Я сделал две прерывки. Я не делаю там. На следующий день. Не перегружаю. В основном даю 40. Личинок. На воспитание. Оставляю 30. Выбираю. 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 Оставляю 30. Дальше. 30. Они запечатали первую партию. Или вот перед запечатанием. Я делаю выбраковку. Беру молочко. На следующую прививку. Даю вторую. Два. Сделаю разную прививку. Я беру. Беру. Делаю ротацию. Я этот корпус. Медовые рамки убираю. Оставляю. Забираю одну открытого расплода. Одну рамку открытого расплода. Опускаю вниз. Добиваю сущую. Или откачанную. Чтобы была работа матки. И матку пускаю на эту рамку. О, извиняюсь. Вот здесь открытого расплода беру. И переставляю сюда. Где матка работала. Остальные весь расплод открытый. Печатный. Где работала матка. Я поднимаю наверх. Через две недели. Ну. Плюс-минус. Десять дней. Две недели. Плюс-минус. Немного. Десять дней. Две недели. Ну, оно так такое. Двенадцать дней. Дальше что получается. Кстати, вот эти семьи. Крепчайше идут все. Матка постоянно работает. В основном беру на воспиталку. Матка, чтобы была двух лет. Так стараюсь. Молодых не дуру. Они лучше кормят. Медом молочко не расправляю. Никогда. Водой кипяченой расправляю немножко. На первую прививку. На вторую нет. На вторую нет. На вторую прививку на следующий день делаю. И если плохой прием, я могу в третий раз делать. Это конечно работа, временно. Ну, я делаю следующий. Ну, вот метим масок. Ну, стандартно. Политикно. Клеем пользуемся. Обычно медицинским или хорошей. В Германии сейчас вот такой суперклей. Следующий. А молочко ведь надо брать то, что именно конкретно для этой лечим. Совершенно? Ну, однодневно надо брать. Ну, берем. Сейчас я покажу. Следующий. Вот. Ну, это матка. Я не знаю, вам хорошо видно или нет. Это карлика. Следующий. Вот. Волота на руке хорошо видно. Следующий. 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 Ну, это воспиталка, кстати. Вот. Видите? Вернее, это даже не воспиталка, а временная семья. Знаете точно? Это карлика. Вот. С потолком она семья. Это временная. Следующий. Вот. То, что я говорил. То, что мы собираем. Потом. Нет. Я извиняюсь. Это все-таки временная. Вот. Собранная пчела. Ребята. Вот то, что я говорил. Раз плот собираем с нескольких семей. Плюс натрушиваем. И на следующий день делаем прививку. И разбиваем на плот. Ну, очень хорошо. Сделать прививку. И она на отводке очень прекрасна. Ее маточники. Сразу распределяем маточники. Сколько надо. А остальное надо подаживать. Ну, в принципе, без маточника. Я бы собрал расход с разных семей. Это сборная. С сборная. Вы ставите маточники и не матку? Конечно. Она же воспиталка. И плюс потом ее разбил на отводки и все. Там молодая пчела. От этого расплода нет очень. Ну, это с воспиталки. Эти матки, рамки убираем над кашей пустые. Дальше. Ну, вот воспиталки такой вот. Это вы видели. Дальше. Мини-плюс. Вы тоже видели. У него следующий. А по лицу следующий. Вот валерьянка. Очень хорошо. И ножницы. Несколько капель в пол-литра капнули. Там пять-шесть капель. И очень хорошо. Они, как и учелы, аж на способности. Когда вы брызгали на рамках. Они не бьются, когда вы делаете сборной отводок. Или когда подсаживаете матку. Когда матку подсаживаю, вообще беру вату, вот как для укола. Взял, налил. Прямо валерьянки из бутылки туда бросим. И матку подсаживаю. Очень хорошо помают. Когда ничего нет. Самогонная матка. Ну кто чем. Ножницы. Обязательно режем крыло. Один вот правый. Второй вот левый. Я уже знаю. И на воле записан следующий. Метим и краской. Оливец. Раньше были карандаши. А сейчас кисточка. Выбираем. Чтоб маленькая была тоже. Они не крыло изучают. А они не делали потом чайку замены? Нет. Не делали. Я раньше, когда-то давно, когда начинал пчеловодить. Я резал. Но уже матку поменяли. И когда-то у меня была матка-колечка. Одна нога была. Вергана. Я ее взял. Еще переднюю ногу отрезал. А мне коллега смеется. Говорит. Володя. Это ты, говорит, для баланса. Чтобы ей не тяжело было ходить. Она говорит. Так и зимовать. Короче. Она перезимовала. И у меня была самая крепкая семья. На весу. И сделала тихую смену. В конце. Так что. То, что крыло вы подрезали. Если нормальная селекция. Пчелы нормально отсекционированы. Работа велась с порогами или с линией. Они этого не делают. Потому что крыло. Мы режем крыло на одну треть. Одно крыло. Если два крыла, она летит. Одно крыло, она не летит. Второе. Рощурки лучше. И второе. Мы, если сменили матку. Допустим. Вы работаете или осенью. Или когда-то пошли в езду. И я вижу, что молодая матка. Дальше. Следующее. Ребята. Шпателя. Это китайский известный. Это чешский. Вот смотрите. Это я у Кабовского покупал. Кстати, мне предлагали. Который возят с Европы. Но я его не купил. Я по привычке работал. Это просто проволока. Которая втягивается в рамки черной. 0,5. В пласт. Ручку шариковую запаял. Вот я привык им. Я беру самую-самую маленькую личинку. Вот это для меня. Шпатель. Китайский можно первый раз скинуть личинки. Но потом на следующий день. Я беру эти. Кстати, некоторые ребята. Я так считаю. В переписке берут. Дорабатывают еще микронты. Шпатель следующий. Вот сравните вот здесь. Это маленькая лопаточка. Это сблизка. И вот проволока. Этим китайским. Маленькую личинку. Такую. Которая только-только вылупилась. Вы не возьмете. Ещё молочко прозрачное. Ну, тяжело взять. Этим тоже тяжело взять. Этим прекрасно просто. Микронты обработали. Ну, когда-то давно один человек как бы посоветовал. Горячий воск опустили, стрясли и всё. Ну, чтоб поры запила. Чтоб не травмировать ничего. Расклепал, заточил микронты. Ну, его автомобильщик. Который полирует машину. Вот это микронты. Вот я привык им работать. Ну, извините за деревенчину. Ну, я могу взять самую маленькую личинку. Сейчас зрение уже потупил. Используюсь на голодной лукости. Я решила. Вот подсадка матки. Мне нравится очень вот эта подсадка матки. Смотрите. Я подсаживал по-разному. Здесь нету на фото. У меня я не покажу. Раньше я пускал в леток матку. Подсаживал в пересылочной клетке. Сейчас я в основном стараюсь поднять матку. Или между медосборами. Или осенью. Что мы делаем. Мы проходим. Когда работаем. Видим какая работает семья. Которая не работает. Мы все пишем на крыше хули. Вот смотрите. Продал пакет. Там продано. Кому продал. Вот тут слева мы пишем. Там сколько. Там липа. Акация. Палочки ставим. Надставку. Сколько мы взяли. Вот подсолнух. Там может быть и 10 и 11. Лучше. Если она не работает. Мне не нравится. Она уже с акации не работает. У меня сверху на крыше. Я подошел. У меня все видно. Я пишу. Потом беру. Вот здесь. Чтобы мне правильно. Хорошо видно. В правом углу на крыше. Я пишу. Заменить. И уже на подсолнухе. Я смотрю. Если она не поменялась. С весны матка. Я на подсолнухе. Я обязательно ставлю. Или плюс. Или минус. Или старая матка. Или допустим. Старайся каждый год. Максимально поменять. Маток. Или допустим. Она плохо работает. Я пишу там минус. И все. И дату когда я поставил. Все. Или там роилась. Если роилась. Я пишу в левом углу. Роилась там. Сколько забрал от нее. Дальше. Что мы делаем. У нас есть такие семьи. У меня есть трехрамочные. Трехрамочные нуклеусы. Плотные матки. Вот вы видели. Стоят под посадкой. Я знаю. Сколько у меня есть маток. Сколько у меня есть семей. Я прошел. Сколько поменять. Мы стали допустим. Или сыном. Или сам. Я прошел по семьях. Снимаю все насталки. С семьи. Все насталки снимаю. Нахожу матку. Нахожу матку. Я маток стараюсь не давить сразу. Редко давлю. Если допустим. Я подсаживаю с мини плюсом матку. Я ее давлю. Или там. Кому-то отдал. Кто-то часто просит. Если есть трехрамочные. Я знаю. Сколько у меня трехрамочных. Две рамки в основном. Три бывает. Я одну-две рамки забрал. Сразу забрал. Кране. Новым раком. Я делаю смену гнезда. Обновление. И все что мне надо. Забрал. И взял с расплодом матку. Допустим. Одну видовую с расплодом. Кинул в трехрамочный. Пустой. И отнес на новое место. Поставил. И пишу же там старая матка. Вы поняли меня зачем. Я не парюсь. Что мне потом надо будет. Сделать отводок. Что-то еще. У меня работает отводок. Матка там все. Я в любой момент. Когда у меня есть маточники. Свободные на выходе. Я прошел по этим отводкам. Они отдельно стоят со старыми матками. На одной-двух рамках. Легко нашел матку. А не меченая. Подавил. Подавил или не меченая. На следующий день. Кинул маточник. И все. И порядок. На это место. Я приношу. Если трехрамочные. Я ставлю через газету. Проколол. Сложил ее несколько раз. Проколол этим ножницком. И все. И переношу сюда. Допустим. Трехрамочные рамки. Если у меня мини-плюс. Мини-плюс. Я беру. Он. Размер 30. А у меня корпус 305. Он очень хорошо входит. Я беру без дна. Полностью. Даже с кормушки. Вот здесь без кормушки. С кормушки. Я ставлю ее в корпус. И все. Дальше. Следующее фото. Будет видно. Вот. Смотрите. Он как стоит. Базета. Если мини-плюс. Я рамки снизу не забираю. Там через несколько дней. Там 3-4 дня. Когда я попал на пасху. Мне надо проверить. Я прохожу и смотрю внизу. Как. Или открываю мини-плюс. Матка здесь или спустилась. Зачастую матка уже работает в семье. Уже в семье. Ну. Погрызенные маточники. Она уже. Пчелы поскрывали. Все уже в порядок. Матка работает в семье. Редко. Очень редко. Когда убивает матка. Это очень редко. Через газету очень хороший. Это самый лучший капшон. Но вы в тот же день. Матку забрали. В тот же день. На следующий день. В тот же день. Ну. Через газету. На следующий день. В основном тот же день. Чем хороший мини-плюс. Мне нравится. Вот. Смотрите. Матка пошла. Тут допустим. 4-5-6 грамок. С расплодом. Я потом его. Когда смотрю. Матка в семье работает. Я забираю. Я беру дно. У меня Доня на пачке стоит. Ставлю его на любое место. И через день вкладываю маточник. У меня не надо формировать нутлеус. Засыпать. Заниматься дном. Тем, чем не надо. Я понял. Матка пошла в гнезду. А этот нуклеосик. Я проверяю. Я обязательно хочу найти. И пишу на крыше. Что принято. Если есть маточники в гнезде. Ну прорву. В основном маточников нет. Вы понял. Я его унес на дно. Поставил на новое место. И дал. Когда я буду на паске. Привез партию маточников. Дал маточники. И у меня опять матки облёмкиваются. Трехрамочник. Я же забрал рамки. Трехрамочные я эти рамки. Через 2-3-4 дня. Я опустил вниз гнездо. В основном газета про грызина. Она матка там работает. Дальше. Следующее. Ну вот вам видно. Как он красиво становится. Следующее. Это бутылка. По выводу маточников. Чтобы кормить. Хорошо. Следующее. Колпачки. Вот смотрите. Маточник очень хорошо в этот колпачок заходит. Ей сделают эти колпачки. Когда паскал. Это было в гранале пчеловодства. Беру такой конус. Из проволоки метр или алюминиевый накручивали. И ножка как бы проволоком втыкали. Ну хорошая идея. Но он холодный. Делают некоторые вот ребята. Берут у меня маток. Что сделать если нет колпачка. Фольга с шоколадом. Обмотайте. Оставьте дырочку. Вот фермер с которым я дружу. Он кстати умер с него фермерой. Он берет полоской ващины маточник. Обматывает. А снизу оставляет открытое отверстие. Вот здесь они никогда матки не убивают. Ну когда выйдет. Бывает что уйдет. Ну есть такие семьи. Что категорически не хотят. То что говорят. В следующий день дать маток. Если в семье понять. Забрал на следующий день. Ну я по своей практике скажу. Говорят 90 процентов. Не всегда. Очень. У меня бывало в этом году даже. Бывало усердно старается свое. Вышла эта. Ходит неплохо. Они тянут маточники. Ну. Я стараюсь. Четвертый день. Или дальше. Прорвал маточники. И дал маточник. Это уже гарантировано. Если в семье меня. Ну стараюсь. Лучше. Чтоб матка облетелась. Не в семье. А в нуклеусе. Или в том трехрамочном. Или в мини-плюсе. Это легче мне. В семье контролировать хуже. Следующее. Тогда вы убиваете. Матку старую находитесь. Если я откину ее в трехрамочном. Когда мне есть партия маточников. Свободная. Я приехал на баску. Подавил. Маточники раздал. Ну. В этом сразу раздают под броню. В семье. В семье. В семье. Когда мне удобно. Очень хорошо менять маток осенью. Октябрь. Когда они уже в клуб собираются. У них уже не так выражен запах. Не так агрессия. Очень хорошо. Когда нет расхода. Они прекрасно принимают рамок маток. Но сохранить маток до октября. До середины. До конца. Очень тяжело. Ребята. Ну. Клеусы. Даже трехрамочные. Какая-то часть вас разобьют. Ну. В этом году у меня. Ни одного не разбили. Трехрамочные. Но они были полные. Под две. Три рамки. Поподсиливал. Те которые последние матки. И они даже перезимовали. И прекрасно перезимовали. Все это единого перезимовали. Ребята были. И Иваня. И Денис. При гостях. Они видят. Вот Петер. Вот. Молдаван. Сакаров. Тоже. Удивился. Там хорошо пчелы. Они зимуют прекрасно. И развивается. В трехрамочных. Очень хорошо. Пенопласт. И эти мини плюсы. Тоже развиваются. Хорошо. Потом его поделил. Поделил. Вот. Перевозил я. Лучше на новый точок. Сразу. Если мини плюс. Ну. В Леусе. Я поделил. Все равно бывает. Лучше им где-то в помещении. В подвал. Сутки двое подержат. Ну. Чтоб они уже сформировали семейку. Потом провести. На новый точок лучше. Хорошо. Давайте дальше. Ну. Это. Маточники. Все. Вопросы какие у вас есть? Вы вообще в Побегове торгуете? Ой. Торгую. Но я дорогой человек. Ну. Дорогой это как? Мне говорят. У вас дорогие. По 1700 гривен. Прошло. Я продавал. Четыре расхода. В этом году тоже. Мне говорят. Ну у вас дорогие пакеты. А вот привозили Карпатку 1600 в Приворок и 1500. А я говорю. Ну так. А маток по 150 евро это по 200. Недорого покупать. Я говорю. Ну у меня больше чем на 1000 евро куплено маток за прошлый год. Пусть позапрошлый год. А они так. Ну да. А я говорю. Так. У меня эти Карпаты. Я считаю это морально нормально. Если я продал на 200 гривен дороже пакет чем стоит Карпатка. Но покупают. Не покупают. У вас покупают. У меня покупают столько пакетов. Еще столько. Да. И заберу. Все. Продаешь. И люди обижаются что я не удовлетворил. Ф1 или Ф1? Ф1. В основном Ф1. Знаете. Проезжает в прошлый год человек. Мое личное мнение. Карпатка. Карпатка. Карника. Я извиняюсь. Карника. Ф2 даже лучше работает чем Ф1. Вот приезжает в прошлый год. Он брал 20 пакетов. Он кстати сейчас просит. Прошлый год один купил 30 семей. Просит 50 семей. Но они зашли на пасту самые крепкие. Здесь 7 рамок и здесь пчела выбрали. Понимаете семь. Этот что брал 20 пакетов просит. И говорит. Ты же мне смотри. Ф1. Я говорю. У него хура. Он решил поменять бизнес. Пчеловодство. А я говорю. А почему я хура нельзя? Ну я говорю. Читал в интернете. В интернете. На формах. Короче. Я ему упаковал 19 пакетов. Потом 20. Говорю. Не сюда. Открываю. Посмотрел. У него глаза забегли. А он сам собаковод. Говорит. Это как те старые собаки. Кавказские. Сейчас их ищут. Ну старые. Первые которые завозили. Я говорю. Вот эта токарника. Это эстрит даже. Ну несколько семей было. Я их на воспиталки пустил. И у меня брали. Которые семьи тоже их забрали. На воспиталки очень благодарили. Во-первых. Мы же выбираем лучшее. И берем их под лучшее. Второе. Когда вы постоянно делаете сбор. Ну. Она прекрасно работает. А статистика у вас есть по урожайу. Средний. За прошлый год. За прошлый год. Давайте я вот так скажу. Вот. На тем тачке где я работал. Сыновья там 200. Там 180 отдельно. На моем тачке. У меня вышло с зимы. 230 там. 5 или что-то. Я продал 50 семей. Забрали самые редкие. 50 семей. Остается 180. Дальше я продаю 150 пакетов. Четыре расхода. Я отпустил. У меня осталось непроданных. Племенных маток. 30 штук. 37. Племенные. Плюс. Старые матки. Которые на воспиталку. Из них. Работало. 10. Минимум. 7. Воспиталок. Все лето. Ну. Я торговал не плотками. И дальше. Я плюс сделал зиму. У меня стояло уже на подсолнке. 300 маток. Я запустил зиму. 280. Из них 45. Трехрамочных. Полные. По три рамки. Ребята не смотрели. Любое открывание. Снизу. Посмотрите. Там на видео есть. Пчела снизу потрясает. И сверху сидит. И дальше. Вот у меня вышла часть зимовки. Ну почти 280. Это из тех. 150. Которые остались. Остатки. И которые. 30 были там. Воспиталки. Племенные. Урожайность. Урожайность. У меня вышла. Прожила 40 кг. С этих семей. Самое большее. У нас было 120 с хвостиком. Ну. Когда говорил мне Валентин Ференчук. Когда перешагиваешь черту 400. Метапродуктивность на 40 кг. Я говорю Валентин. Зачем держать 400. Если можно держать 300. И качать по 8. 99. 99. А. 391. А. 391. Нет. А он говорит. Володя. Я говорю. Ну я не понимаю. А он говорит. Володя. Ну ты ж пойми. Только объехать точки. Плюс откачать. Ну линий нет. Плюс у него многокорпусная система. Он меня кстати ребята убедил. Перейти на 145 рамку. У него раньше были многокорпусные на 300. А потом были на 300. Он говорит. Володя. Это будущее. Я сразу был многокорпусный. Я сделал 8 рамочные на 230. Ну посмотрел. Неудобно с ними работать. Дальше что. Потом я решил оставить как стандартный многокорпусный. Два гнездовых. На 230 восьмирамочные. И на вставке. Хорошо. Сила семей. Сильнейшая. Отлично. Просто супер. Ну мне нравилось то что когда качаешь акацию. Получается и полурамки. И жалко оставить акацию на 230 рамку во втором корпусе. Ну заливать акацией. Для зимовки это хорошо. Сила семей очень плохая. Потом я решил перейти на полурамки. Почему не сегодня 145 и 300 рамки? Потому что я очень часто продаю пакет из сервиски. Ну очень часто. Пакет рамка на 300 или на 300? 300. Дать проволок. Все с разделением. Что вам еще сказать? Скажи мне. Ну вот эта система 2 230 и 3 магазинки решетки на 2 корпуса или на 2 корпуса? На 2. На 2. Матка должна в двух работать. Дело в том что с весны 2 230 матка очень легко забывается. Хорошая матка. Хорошо забывается. Многие ребята используют гнистовый. А как это остается если грифчик или второй мед или сильный взяток? Смотрите. Многие ребята используют гнистовый. Я даю на гнистовый. Открыть любое. Давайте фото. Или откачка обливота. Извините с вами. А вы не пробовали такой корпус 230 и 145 добавить? Чисто для матки. По объему 12 граммов. Какой? 230 и 145. И получается объем. Я пробовал два 230. А потом разбивал, оставлял один на двое делил. Один 230 и дальше 145. Мне не понравилось. Мне не понравилось. Когда у нас не было решеток. Матка работала в одной надставке. Заходила. 500 и одна надставка. Многие кстати работают. Ребята. Кстати. Александр Бронько. Он раньше под низ давал 145. Мы с ним переписываемся. Он говорит. Приятно с коллегой пообщался. Ну по вайпу. Сейчас он делает его сверху дает. Я говорю. Ты же раньше под низ дал. Он говорит. Ну поднимать. Я уже года. Вот раз. Какая разница. Где он сверху дает. Потом на подсолнух все равно они выдавят матку в гнездо. На вес ну нужен он. В 20-30х на вес ну прекрасно. Но потом они все равно ставят матку в гнездо. На подсолнух. Что дальше у нас? Развините. Развините. Когда вы подсаживаете неплодок? Неплодок подсаживает. Куда? В отводок. Даже в отводок. В отводок неплодок подсаживает. Я же сказал вам. Вот валерьян. Как она в фильм посоветовала. Я в него вроде как посмотрел. Нуклеус. На вату капнули. И даете матку. Очень хорошо приниматься. Но я стараюсь через канди. Через канди. Через канди. Канди нет. Я дал. Когда она. Вырыли, да? Канди они прожили. Кстати. Я раньше маток подсаживал. Когда покупал маток. Покупных. Я подсаживал. Давал. Лук не буду на ставку. Сейчас я стараюсь вверх. Когда решетки не было. Вверх не давать. Потому что они жарали. Что-то они оставили. И матка едет. Дают только в расходах. Чтобы они чувствовали. Чувствуются матки. Ребята. Очень хороший метод подсадки маток. Ну тут нет фотографий. Я вам расскажу. Вы поймете. Вот. Длина у вас. Это Аркадий Борщаков. Который в Крыму. Я говорю. Очень толковый пчеловод. Матковод. Вот длина у вас. Два пальца вытянута. Вот. Безинец. И толстый палец. Берете рейку. Допустим. Двадцать на двенадцать. Рейку. Брусок. Берете сетку. Прибиваете степпером. Обматываете. Вторую рейку. Такую же ложитесь. Не двадцать. Тридцать на двенадцать. Вторую. Обматываете вокруг рейки. Прибиваете снова. К верхней рейки. То есть. Такая как трубочка. Сплюснутая. Получается. Сетки. Забиваете поролоном с одной стороны. С второй стороны тоже поролоном. Забрали матку. На третий, четвертый. По моему. День. Вы даете другую. Плотную матку. Они хорошо принимают. Почему? Когда вы даете в маленькой клеточке. Или пластика. Которая у меня. Или пересылочная. Допустим. Они берут. Чужая матка. Запах. Что вы заградите. Они сдавливают. Запах. Пирамоны не распространены. Когда вот эта клеточка. Ее так и называют. Клеточка. Большакова. Да. Они не могут ее всю закрыть. Пирамоны расходятся. Фактически матка принята. Ну он закрыт ващиной. Другие ребята там в Крыму так делают. Закрыт ващиной. Я в основном старался не ващиной, а густое канди. И канди заложить. Канди как бы спокойно. Вот так очень хорошо принимают. Что еще? Какие вопросы? Я не считаю. Я не могу сказать, как у вас здесь сказал Валентин. Я так не скажу. Я считаю все. Улья считаю. Бензин считаю. Покупных маток считаю. Сторожным считаю. Ващину. Рамки. Я все считаю. Я все пишу плотно. И в конце года я пишу. Сколько я вложил плотно? Ващиной вы своей пользуетесь? Сами как раз? Нет. Я ващиной пользуюсь добром. Мне нравится. Я не и работаю. А 145 рамка с разделителем с проволокой? Или можно как-то без проволоки? Все. Все рамки с стандартным разделителем. 36 мм в основном. Не 37 мм решает сделать. А проволока. Проволока. Можно обойтись без проволок. Так? Можно обойтись без проволок. Я считаю и мне. Это не тяжело проволоку поставить. Я считаю проволока должна быть. Даже в мини-плюсах я ставлю без проволок. Там у меня были польские мини-плюсы. В боковушке пластико. Там такие усики под вощину. Но мне не понравилось. Я переделал на деревянное. Ставлю проволоку. Мне так нравится. Какой еще вопрос? Скажите, вы про маточное молочко. На второе прием? Прибивку? На второе прием? Молочко и ежи. Которое оставлено. Ну, я что на второе сутки делаю. На следующий день. Еще один вопрос. Вы себя считаете подпечеком? Ребята, я отвечу на ваш вопрос очень просто. У нас в стране нет ничего стабильного. У меня нет методов или технологий. Расскажите вашу технологию. Вот смотрите. Я в прошлый год. Все выкидывают. Сколько они расширяются. Сколько угольев наделают. Я себе запланировал. У меня были улья новые покрашенные. Все. Я мог добавить. Я решил, что я лучше продам семьи. Продам пакеты. Спрос. У меня спроса еще столько было. Я бы им отказал. Ну, решил, что у меня нет смысла на мед работать. Я продал. Если цена, я смотрю, прогнозирую сам для себя. Цена нормальная. Я не продаю пакеты. Я работаю на мед. Я не считаю себя промышленником. Или пакетчиком. Или матководом. Я обычный простой рядовой пчеловод. Потому что у нас в стране очень много таких пчеловодов, которые много знают. Просто они не хотят рассказывать и делиться. Вот. Петя Сакаров был у меня. И они были, я скажу, на камеру. В Закарпанте. Назову только фамилию. Они были у одного человека на Пасхе. И там Петя говорит. Я спрашиваю, спрашиваю. А он говорит, мне такую чушь несет. Он говорит. А потом он где-то отошел. Подходит сын его. Я спрашиваю сына. Тот же самый вопрос. Сын мне рассказал противоположное. Я открытый человек. Я многим говорю. Не звоните. Просто звонят в основном. Знаете, кто достает. У кого несколько семей. Ну напишите на вайбере. Я отвечу вам. Я не могу всегда ждать трубку. Ну и мозги сохнут от этих телефонов. И глаза потерял. Мне надо еще жить, работать, работать. Не буду продавать. В прошлый год продавал 100 долларов. 100 долларов. Да. Люди зашли. Выбрали. Ну давайте где открыть. Давайте откачка мёда откройте. Помотайте семь. С весны. Выбрали. Которое. На выбросе. Да. Выбрали. Открыли то, что им нравится. О, моя. Потом свинула пару раз матку ищите. Я говорю. Зачем ты ищешь матку? Я салгуста и смотрел. Ну мне надо проверить, как она сеет, посмотреть. Я говорю. Так ты придавишь матку. Это уже мое. Это не ваше дело. Это моя семья. Я говорю. Ну как ратишь. А ну дальше. Этот станок. Вот смотрите. А ну остановитесь. Назад чуть-чуть. Назад. Вот от колбы матка работала. Дочка эта. Видите. Его склеят. Там некоторые пишут. В ютубе пишут. Он качает. Я качаюсь. Стараюсь не дать им запечатать сотни. Зачем он распечатывает через станок непечатные сотни? Как они? Я стараюсь не дать запечатать. На третий, четвертый день забрать. Все равно у меня много полностью печатания. Видите где Босс? Что творит? За счет сдавленной. Я на пацану сдавленную. На следующую. По одну. Оно можно увеличить? Вот снизу. Это снизу. Видите рамки? Видите что творится там? Оно следующее. Стараемся каждый раз. Когда корпуса у нас на ткачке. Минимум одно. А то и две рамки дать. Вот. Смотрите. Потолок. Его надо распечатывать или нет? Следующее. Вот снизу. Они печатные. Видите до низу? Видят оно. Да? Зачем он же не печатные рамки качает? Я пишу в ютубе там вопросы. Зачем он через станок пропускает? А затем еще второе. Все рамки у меня стандартные. У них не растут их, не суженых. Все у меня ровненько выходит. Все. Я без проблем. Вот смотрите. Вот полностью запечатан. Видите легкое? Печатный полностью. Вот тоже все. Вот я стараюсь этого не давать им. За счет сдавленного стараюсь через два на третий. Ну смотрю по приносам. Через три на четвертый. И у меня поднимаются они туда. Не стоит у меня баррикада такая. Ну меня устраивает, потому что я накачиваю. Вы когда какие-то продажные маточники раздаете? Ну давал на второй день. На следующий. По стандартной технологии. Мне эта система не понравилась. Говорят, как тихая смена, матковец, и все. Пала-пала. Я так скажу. Не всегда так. Есть семьи, которые очень хотят свою маточку. Даже я попробовал прорывать на четвертый день открытые маточки тоже лучше прием. А лучше на шестой день. Если вы получаете племенных маток. Вот я вам еще скажу. У нас там есть Денис Лебедев. Он торгует матками там. Ну завозят. Торгует матками. Володя, представляешь, взял из Германии карнику племенную продал. А матка говорит, не сеет. Один, второй не сеет. И у меня не сеет. Я говорю, слушай, у меня прекрасно она сеет. Он говорит, не сеет. А я говорю, ты отводок взял? Пчела слетела? Да, слетела. А я говорю, Денис, возьми этот отводок, который не сеет матка. Перестав на один метр, в любую сторону. Еще раз после этого. Он мне звонит, говорит, Володя, сразу как пошла. Говорит, набирает слуху. Затрите, я ставлю пчелу. Еще раз пошло. Агрессию уберите и все. Что еще? Вот это лучше на пятый, шестой матке. Да, лучше. Временных, неценных маток или вам ваши идеи неценные, не хотите. Селайте один раз. Прорвите на седьмой, восьмой еще прекрасно. Сделали отводок, когда вы знаете, приходят матки, даже не плоток. Вот сейчас. Нет, свои матки. Послушайте, свои, не свои. Многие люди, вот у меня просят, сейчас набирают в Украине торговля не плотками. Очень многие набирают. Я не торгую плотками. Когда я говорю, матка 300 гривен, мне говорят, а вот там 150, а вот там 200. Я ради принципа перестал торговать. Я устал объяснять человеку, что вот там, покупайте вот там. Не мучьте мне мозги. Не композируйте. У меня себестоимость рамка трехсотая расхода. Посчитайте себестоимость. И одна струже, на сколько там пчелы. Второе матки у меня племенные дорогие куплены. Я говорю, в прошлый год я купил больше, чем на тысячу евро маток. Я вложил деньги. Ну почему я должен продавать, как продают в Карпатах, которые ничего не вложили в этот город. Третье. Двойной перенос, личинки. Это моя работа. Это мое время. Четвертое. Не посчитайте сами. Зачем я должен, как все. Ну не хотите. Я ради принципа перестал торговать плотными масками. Все, чтоб мне подвинетно пассировали. Ну это такой ответ некрасивый. Ну если право, то работа стоит денег. Неплотные матки прорвите, посадите ее через Канде на 5-6-й день. Прорвите, посадите через Канде неплотную матку. Ее прекрасно приедете. Я тебе прощаюсь. Андрей, можно дальше? Есть вопросы? Задавайте. Переработка воска. Как она переработает? Воск. 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 Забрус. Забрус. Воскотовка паровая тоже высот. Паровая с газовой горелкой высот. Ага. Можно дальше? Дальше папку другое? Нет, нет. Это фото. Ну вот видите, что творят. Вот это Каня и Мамада. Папка это кинут. Папку. Папка. Видите, между корпусом уже делаешь. Оно назад и снизу. Вот видите, что творят. Разливаешь, на третий день течет. За счет того, что сдавлены, они прекрасно работают. Когда у меня были десятирамочные, и бывает, что семья идет по одной. Восьмирамочных, чем хорошо? Такого почти. По одной стороне. Работать, по второй пустой. Приходится разворачивать корпус. А восьмирамочных этого нет. И особенно, если вы сдавили. Дальше. Восьмирамочные. Смотрите, вот рамка. Вот назад. Да, Андрей, пожалуйста. Бью не скобом, бью гвоздями. Если скобы, гвозь бью в основном штифтами бью. Я их пошире поставлю и все. Выровнял рамку. Раз, раз, раз. Дальше. А с торца бью? Да, с торца. Один с торца, два сверху. Кстати, на станок, это хорошо, чтобы она прибитна. Даже постараемся гвозь кинуть, как бил. На станок. Ну, такую гвозь молотком. В сороковой сверху. Потому что станок в церкви бывает закусывает. Она вскользит. Ну, рамка подошла, а сверху все считают. Дальше. А цепи скользят по цепях, пока в разрыв попадет. Гвозь выворачивать кусочки. Следующее. Вот смотрите, видите, что она творила. Доброе, поехали дальше. У вас, например, рамочники один корпус, смотри, стаж, у вас матки же хорошие, хватает ли для расхода? Для хорошей матки, ну, может чуть-чуть маловато. Оставить полурамочные. Некоторым я давал два корпуса. Короче, я вам так. Когда вы даете два корпуса, да, у вас семья, сила, бомба, как говорят, или там еще что, на подсолнух особенно. Ну, вы акацию будете и расплод, и трехсотая рамка, во втором вы будете у нас с акацией. Дальше. Чем хорош восьмирамочный? У меня даже, если она отвода какой-то или что-то там с семьей, она не набрала, допустим, полная расплода, что ей пора давать наставку. Забирают гнезда, все рамки без расхода. Они три раза, которые спросили, как? Три раза гнездовые. А мне это понятно как. Вот я продал прошлые, вот они следующие. Пакеты, да, и у меня остались некоторых. Я не выравнил. Некоторых, где были два гнездовых, трехсотых, где были два, полный корпус. Я продал пакет, там еще и забрал рамки, да. А где один гнездовый, там четыре, три осталось. Я кинул две теплых заставные, и акация у меня зацвела. Я давал с двенадцатого пакета, и цветет акация. Ну, что делать? Я же не буду трехсотые. Я бросаю наставку. У меня было там по три-четыре рамки, зато полная наставка. Они на решетке висели гроши. Триста, наставка, потом решетка. Триста, решетка, потом наставка. Все. Вы любой гнезд отберете, когда у вас вставлено гнездо. Когда у вас гнездо большое, вы не отберете. Вы только возьмете подсолну. Нормально. А так вы будете качать трехсотые рамки. Я их стараюсь не качать. Это в исключительных случаях. Мы качаем сто сорок пятую рамку. Трехсотые, это когда надо материть. Вот смотрите, это прошлый год. Тут и Вольво проезжало, вот, глубокие цветы, я выгружался. И там еще, видите, два ряда стоят. И на эту сторону еще на плевусе стоят. Это молодой лес Ахазе. Вот мы работаем. Что мы делаем? Давайте по работе вам скажу. Вот корпуса, да, у меня вот тачка подвозы. Эти фанерные проваленные. Вот корпуса с медом. Мы работаем, идем в семью. Я иду, допустим, если сам, я ее закрываю сразу. Если я сыном, я беру корпус у меня на удалителе. Один стоит и два внизу. Вот на подсолнух я сдавливаю. Видите? Вот я показывал, как они слеплены. За счет чего? Они сдавлены. Это в основном те, что проданы были пакеты. Вот здесь. Посты. У меня не было, то, что осталось там 37 метров, то были племенные воспиталки, и которые не племена, а не воспиталка, я их разбил на флот. Ну, чтобы не улегчить пасеку на следующий год. Что мы делаем? Вот здесь кладеет одна наставка. Я иду. Воздуходувка рядом. Если тут есть пчела, я ее сду. И вот стопки мы. Там, где работаем, вот так. Кидаем подставку и кидаем корпуса. Кидаем, кидаем. Сверху накрываем пчелоудалителем. Сеткой вверх. Или ромашкой вверх. И лучше бросить два. Вот в Квебек очень прекрасно воровки не заходят. Если ромашка заходит, лучше два кидать. Остаток пчелы там выйдет. Я снимаю стул, допустим, и разбрасываю эти на соседнюю или на землю. Ставим в основном на переднюю стенку. Или на переднюю, вот так, на Гавадскую. Очень удобно. И я вижу по весу. Ага. Я этот снял стул. Второй, следующий. Я его в сторону. Он уходит на удалитель. Нижний. Я тоже в сторону. Потом я бросаю на гнездо. Бросаю. Или сын подходит. Бросает на гнездо откачанный. Потом который с напрыском был нижний бросает. Удалитель. И который начинает печатать. И он уже запечатан. Выбрасываем наверх. И он стоит на следующего приезда. Три-четыре дня. Мы не паримся. Вот говорят. Так, квебеки неудобно. Это все надо снять. Поставить пустой. Поставить квебек. Поставить назад. Это два раза. Какие два раза? Голова, зачем? Ты подумай, что тебе надо делать. И максимально сделай. Вот у меня они стоят. То есть у нас один корпус постоянно под квебеком стоит. Ну, между заездами. Постоянно. Он стоит три-четыре дня. Они самый верхний. Да. И он там, ребята. Говорят. Он за влажность. Там вопросы глупость задают. Он стоит три-четыре дня. У нас смолит 35-40 градусов. Скажите. Там идет воздух семьи. Плюс ножи греетно распечатали. Плюс медолонка с подогревом. И плюс отстойник. Теплый мед. Машина должна прыгать. Вот мы работаем так с сыном. Кидаем на стопки. Потом машина едет. Мы грузим. Или допустим бусин из прицепов. Или вольво. Закидали вечером. Закидали. Поехали домой. Тачкой вот возим. И в поле. И дома тачки везде работают. Ну, мы так привыкли. Тачка в основном что мы возим? Пустая. Когда работа пустая подвезти на стопки. Полная не возим тачкой. Только в дворе в мастерскую заводим. В дворе заводим мастерскую тачкой. Если на прицепе потравлю тачкой раз-раз-раз. Следующее. Назад вернитесь. Вот у меня какая-то проблема там. Или матки нет. Или еще что-то. Вот я поставил кирпич на торец. Это в первую очередь внимание. Я для себя. Ну грубо. Плитка татуарная. Привез там пару десятков на паске. На нулево все равно на трехрамочный. Чтоб крыши не сдувал. Это я смотрю. Если там уже порядок. Я ее поставил в длину. Вот так. Если уже там матка не плотная в длину. Если плотная я ее в плащ мя уже положу. И все. Я уже иду по паске и все вижу. Следующее. Я не роюсь там. Не ищу. Ну это мед снимается. С отстойника. Вот он идет. Смотрите. Без всяких сил. Без ничего. Он идет. Как слышно. Теплый мед. Он высушенный. Следующий. Станок. Вы уже видели. Вот как раз печатает станок. Вот вам завтра. Ну мы стараемся из под станка. Время от времени его по всему столу раскрыть. Стол полтора метра. Я хотел удлинить. Если бы был 2 метра. Кстати. Говорят. Лучше кардиальное. За медолонку. То все. Ребята. Крутить 3 минуты. За 3 минуты я набиваю 30 грамм. Или больше. Еще сверху накидываю. И выключаю распечатку. Я жду 3 минуты. Когда одну откачать. Вот так работает. Следующий. Ну это медолонка. Вы видели. Следующий. Это по откачке меда. Вот мы набираем. Видите. С воском. Потом перекинули. Следующий. Вот рамка после станка. Посмотрите. Она вся стандартная. Ровная. В корпус кстати кидаем 7 рамок. Чтобы не раздумывали. Легче откачивать. Срезать. Все. А зачем она у меня? Вот я говорю я продал. Где-то две я уже тысячи продал. Сопар сейчас в этом году. Еще хочу продать. Ну кому она надо подключить? Подмет. Подмет. Кому она надо подключить? Люди ж купят пчелинь. Они ж. Многие сейчас. Зачем покупают? Переходят на 145. И все. И все. Система купила. Следующий. Вот смотрите. Это уже последний съем. Вот. С медом. Карпуса. Работаем. Все. У нас сбалансировано должно быть. Если сын помогает или сам. Он полгитара частыка. Он мне помог. Вот это вывести карпуса. Потому что надо вывести срочно. Качал сам. В прошлом году 5 тонн. Сам откачал. Вывод маток. Пакеты. Все сам сделал. 280 в зиму. 300 было на просунете маток. Все сделал сам. Плюс воспиталки. Приливку. Ну пару раз просил невесту. А то все сам. Луку на лоб и все сам. Качалка там настроение есть. Вот смотрите. Если я работаю с кем-то. Я так говорю. Давид. Крыша слева. Ставим улья по парам. В основном. Видите. Вот пара ульев. Вот следующая пара. Это стопка с ледом. Вот стопка с ледом. Вот стопки с ледом. Видите. Вот это стопки высокие с ледом. Потом пуск едет. И мы кинули кинули. Или в прицеп. И все. Машина везде должна проехать. Крыша она увеличена. Время пожалуйста. Вот смотрите. Я открыл ульей. Он говорит. Папа. Давай забираем мед. А потом забираем квебек. И пройдем. Ну пчеловодолисты. Смотрите. Они стоят. Это уже последняя партия. Нету под низом. Вот крыша. Он знает что крыша слева. Справа не брать крышу. Справа это строго улья. Все должно быть сбалансировано. Все вы работать должны как часы. Строго минута. Вот так вы должны приучить себя к работе. И лишний раз ульей вообще нельзя лезть. И просто полезть в матку посмотреть. Осенью вот кончился. Забрали мы квебек. И потом заехали с пустыми корпусами. Забрали по одной три рамки. Мы туда не лазим. Мы не проверяем. Есть там матка. Нету. Начинаем кормить. Дали пять раз. И все. Потом прошли. Где я знал что отводки я там проверил. Уже возле. А так основной массы я не проверял. Следующие. Ну это тоже самое. Это откачка. Вот смотрите вот рамка. Видите да. Печатка какая. Говорят. А зачем он пускать станок если он не печатку качает. И такое все бывает. Ну. Берем подряд. Я иду. Я не жду пока помечатают. Я пошел. 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 И все. Она высохнет там сверху на квебеке за четыре дня. На температуре 25-40 градусов. Прекрасно. Следующая. Вот мастерская. Она назад. От стойники. Вон там двери. Есть пыл. Улетук. Сейчас там. Ну а вот медоводка. Мы весной все это убираем. Там зимой рамки скаланчиваем. Друзья ремонтируем. Все убираем. В пылесосе. Мы подолчили стены. Чтобы не было ничего. И потом уже на лето там качаем. Все. Обязательно несколько раз. Вымываем. Минолю. Следующее. По старинке это. В сушках храним. Но это надо в другую. Вот там где вы видели стопки корпусов. Вот под домом стоят вот так стопки по 15 км. 3 метра там. 3 метра. 15 км. Вот так под дом. Сейчас я сделал навес. Еще надо. Под навесом. Под домом стоять. На улице. Там все. Даже не сдовы. Даже трехсот. Точно так пройдет. Ну вот он взял с медоводки. Вот смотрите какой полный отстойник. Видно вам вот здесь. Справа. Видите да? Вот госплава. Все. Сейчас это наберем полный. Тот сливаем. Ну по старинке. Это польские крючки с нержавеем. Сейчас делает харьков. Ну я еще тогда купил дорогие польские. Несколько крючков. Еще два ведра. У нас три ведра. Два вот эти медоводки. Чтобы не капало. Одно отгинул полное. Пустое подсунул. Одно стекает. Потом это взял. Вот повесил. Мы раньше ставили такую подставку. Чтобы сделать. Берем. Это 20 литровая. Половину. Чуть больше половины. Вылим. 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 Ну я хотел насос. Очень хотел. Насосу надо фильтр. Некоторые там без фильтра. Некоторые у меня другие. Ямут. Этонированные. Пленка вот эта бассейн. Качают. Потом насосом качают. Ну я хотел продать вот это все. Сделать отстойник. Хотя бы на то. Потом был у меня один человек. Они линию сам купили. Приезжали смотреть на распечатку. Очень просили, что я поехал в бой. А они мне говорят. Петрович мне говорит. Володя. У них погрузчик ставки они купили. Линию купили. Очень гости приглашали. И говорит. Не продавай. Филиппович говорит. Не продавай. Пусть будет. Сделано нормально. Пусть будет. Не надо. Пока другой сделаешь. Потому что я такой, что надунул. Может продать. Когда сделаешь. Пока нас такая система устраивает. Насос купить есть такое желание. Ну хочу хороший насос. Чтоб плавно регулировалось все. Чтоб не заливать. Чтоб не закачивать. Чтоб я включил и накачал. Вот так вот. Дальше. Следующий. Ну вот возле медагонки. Вот сливает одно. Второе рядом. Это отбило. Это под кран чтоб не капало. Все. Следующий. Ну вот он в мастерскую везет. Это он для. Смотрите. Первый Киваровский. Первый городской. Это он не полный. А так мы набираем 10 корпусов. Вот он завелся. Там на кускок. А так тут обычно полное. Как называется остановка. Следующий. Вот он с прицепа выгружает. Извините. Это я просто. Вчера сделал скриншот с ютуба. Сделал. Чтобы показаться. Дальше. Он с прицепа взял уже. Вот подставки. Смотрите. Вот подставки. Подставка снизу. Следующий. Вот тачка. Следующий. Как тачка прицепу берет или перегружает? Прицепа из избута выкидываю. Следующий. Вот смотрите. Как тачка подъезжает под подставку. И у вас подставка с топкой не упадет. На тачке и сбоку я говорил упоры такие, чтобы не падало. Следующий. Вот видите как корпус снизу. Я взял все и поехал куда мне надо. И в поле по кочкам, и здесь дома. И повез. Вот так мы возим мастерскую полные корпуса. Ну нет у нас там ровки. Вот такими тачками он выстрелит как канадцы. Раз, раз, раз и все. Откачанные точно так полные вывозим. Только чтобы двери наклоняем, придерживаем, чтобы двери пройти. Появили выше двери, еще выше пройти. Следующий. Когда обкачивает. Ну вот она берет стопку. Стратегизист пробовал. Понравилось тебе это так сказать? Он на вождение пробовал как получится. Так это же он пустую пробовал, да? Ну с корпусами сущую просто. Неотсушенная. Там вес по 6 кг больше. Следующий. Ну вот он 7 лет. Следующий. 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 Так ребята, дорогие коллеги 1241. Я думаю... Можно говорить еще, но я думаю вы меня уже отбудли. Ну посмотрите фото. В этом году я часть семей выкинул буст с прицельным. Чтоб всю пасеку не тянуть. Выбрал то, что проданные пакеты. Где хоть более-менее пчелы было, а они дали по 2-3 наставки в лутко. Это наш буст. Вот они. Видите? вот это все где проданы пакеты или забрала щитные взяты с Леусом полностью печатных рамок расплодая вот эти остатки вот с Липой кстати Липой я взял в этом году в 47 Зеусом взял 500 калорий не семей зимних а которые уже подробно ну некоторые не пошли кстати одна была крудовка следующая ну вот мы с Липой по такому болоту едем вот что машина должна в любую погоду ехать это тянули в основном я работаю в доме очистили без сетки я без сетки постоянно сетка просто на голове сын работает без бога если помагаем другие ребята там есть в сетках не работают ну это так на память просто классно подкрышки подкрышки вот дал вентиляцию вяжем ремня есть черная транспортерная а здесь вот эти ремниши машины стядают они входят в рулога порезал как они динамы и все все следующее есть это на болоте это на болоте на Лыбе городыще вот в тех краях Андрей посмотри вот сюда давайте по зимовке еще 15 долларов по зимовке 15 долларов давайте зимовку вот мы зимовали а ну сделай сортировку подать пожалуйста вот раньше когда были платформы мы зимовали вот таким способом снизу сетка тут короче вторая семья потому что не было места на платформах прямо зимовали они все можно увеличить все на сетках это еще Пикар Кусаш он не делал болевая вот здесь как бы леток зарешетенный разделительной решеткой от мышей снизу сетка и дальше меньше чуть-чуть ну не больше а меньше вот здесь пустой корпус и здесь дальше 300-я рамка с двух вот когда два полурамочных корпуса развитие хуже зачем по-любому на платформах ветер где-то тепло уходит потому я решил перейти на 1,3 потому что все равно у меня 300-я рамка я отказался от гнезда 145-я я пробовал на 145-я гнезда мне не понравилось ну есть плюсы есть минусы а некоторые очень агентируют я так скажу были годы когда я сознательно работал антибиотиком мой мед как ни исследовали он чистый потому что я 300-ю рамку это надо сознательно выкачать изолитию понимаете я качаю наставки второе даже когда я покупал пакеты у меня ни разу не вылазил антибиотик потому что я качал 145-я она чистая от этого способа зимовки мы отказались следующий вот прекрасная зимовка сетка если снегом ну мы живем я живу от Николаевской области 30 км даже 25 от Херсонской 25 Кировоградская 40 Днепропетровской области у нас за сутки может быть 22 градуса перепад до 24 то дождь то мороз и все в этом году таких перепадов не было где-то 12 до 15 так облило потому мы ушли от этого метода следующий это был раньше шифр сейчас пропит то наше помещение гереметка чайный где зимуют пчелы следующие нас с ним вот на улице когда зимовали пришли к выводу что лучше поставить заставные издавить семью это пенопласт обклеен просто скотчем обмотан а это с фольгой с фольгой такой эффект как будто бы рядом вторая семья потом мы пробовали сейчас сын зимует вот под пленкой один ряд пленка смотрите обязательно лучше дно на сетке зимовать и под низом должен вас ходить воздух мы что делали мы когда мороз больше 10 градусов закрывали полностью с осени накрывали вдвое складывали задняя стенка крыша вдвое когда мороз падает там меньше 10 мы опускали вниз и так кирпич ставили на руку через один придавливали чтобы воздух ходил когда больше 10 усилился мы придавливали полностью даже снег выпадал лежал и оно пленка температуру мне там звонят вы не мерили ну извините я не страдаю я не научный сотруднич я паспорт мне надо работать я практикую я очень много экспериментирую пленка сдерживает перепады вот эти 25 в сутки которые 22 15 вот это вот это и второе семьи друг к другу горят если вот так рядом зимовать эффективно когда у вас семья к семье плотно стоит следующий вот пленка видите да следующий вот Миша Гравченко за это много говорит и спасибо Владимиру Сты вот смотрите температура меньше 10 вот видите кирпич на лежит вот тут просто заходит мы даже раньше делали продухи из боков но он сделал вот так через 5 метров обязательно троллить мишей обязательно пакеты должны быть разбросаны и зимон и следующая следующая а ну еще следующая вот видите это весна по-моему уже мы подняли пленку уже пошло как бы день увеличился пленка на крыше лежит и сзади а ну еще вот тоже весна это тоже самое дальше это сын он и зимой под пленкой дальше следующий вот лучший метод я Миша говорил другим кто спрашивает ребята вот здесь стоят два ряда и между улями они плотно друг в друг и забили листьями ореха вот у меня товарищ Димон Черниговской области он вот так ставит с осени ну чтобы проход был потом сдвигает и ложит сверху шипер он забивает вот этот прокрут и щель между львами на болотах есть трава такая осака мыши ее не любят очень мыши не любят вот у меня были в зимовнику прошлый год у сына здесь он после облета почистил Донья и так оставил у него развитие ну на неделю впереди меня они грели друг друга даже в трехрамочной семье от водки так стартанули уедевать классно очень и семья не жмется ни к одному другу клуб распавшийся вот другой сын в этом году зиму скажи папа скажи у тебя там сырость еще он говорит а что они бред не пишут и спрашивают говорит клуб распавшийся пчелы прекрасно спокойно сидят а там где нету пленки отдельно стоят у коллеги открыли там зерклуды зимуют там напряжение и все остальное переживания канди бегать кидать я зимой ушел от того метода чтобы раздавать канди я считаю это нехорошо это не пчелам вы помогаете ну вы спасете какой-то процент семей а остальные вы просто провоцируете кушать на расход и все хуже делать а пчелам нужен покой мыши ветки куры пчеловод который лезет туда лучше этого не делать вот приходят открой открой там в зимовнике кто там смотришь открыл одну там раз пять-шесть смотришь весной и там особь есть еще что-то лучше им покой дать и все следую а пчелы полностью накрывают вы что видели да полностью полностью накрывают когда мороз или нет крыта вот это уже весна мы открыли уже весна открыли это уже весна это уже на облёте открыли когда температура мы видим а зимой накрывают ну воздухи делаем там чтобы воздух один поднимал дальше дальше это сын вот зимовник зимовник у нас шесть на семь с половиной зимовали там четыреста триста семей триста пятьдесят максимально зимовник зимовники обязательно хорошие проходы зимой вот здесь три яруса в этом году вот ребята были у меня стоят зимовники в четыре и трёхрамочная серка пятой раньше делали длинные ряды сейчас сделаем лучше короче но выше чтобы воздух ближе дальше следующее зимовник ну вот зимовник вентилятор видите у меня каналы это приточка везде стоят вентиляторы раньше были решетки отказался ну вот я переписываю с ребятами одни пишу так такое мнение у нас вентиляторы стоят только на вытяжке вытяжка по-любому затянет свежий воздух через приточки бывает когда надо включить один недостаточно я смотрю по температуре вот пчёлы шумят температура нормальная ну пчёлы шумят кислорода не хватает вот я на промышленном спросил скажите студенты сколько надо пчелосемье кислорода в час рядовой пчелосемье пчеловоды профессионалы скажите тоже вопрос в час никто не ответил два литра кислорода точно такая формула чтобы сделать килограммода два литра воды надо выпаривать воздух в семье и никто не ответил вот потому я зашёл утром на час включил вентиляторы дал воздух один спокойный и включаю и когда надо я прокачал воздух просто сменил и всё некоторые старинки там открывают двери у меня вот с одной стороны большие это делал раньше не зимовник а склад а с другой стороны двери по диагонали я могу совесить хорошо если не достаточно следующее ну вот зимовник следующее между пчёлами между ульями должно быть расстояние чтобы воздух нельзя ходить вот кстати у меня плюсы вот тут 4 уже стояло в семье открыты все литки это старое фото все литки следующее следующее были на сетке раньше я так раз показался сейчас крышу переворачиваю трёхкамышные сдвигаю чтобы здесь была щель дальше тут много тут стоит где-то до сотни трёхкамышные вот сдвигал пробу вот тоже мелькилосы следующее вот смотрите между ульями обязательно зазоры чтобы ну везде должен ходить воздух потому что если воздуха не будет пчела так из воротной лотани семья поедет следующее следующее это красный свет в лампочке следующее 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 ну вот литки все литки открыты у меня и под стенкой я ещё подложу рейки чтобы сзади была щель выходил воздух следующее вот здесь рейки лежат следующее 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 стараемся максимально сдавить вот весной восклубок мы не знаем куда деть мёзд при том что я не формировал мёзд вот трёхрамочный крыша сдвинута это самая лучшая вентиляция в пенопластовом море вот видите сантиметры ну вот они стоят так дальше а вот я показываю что литки подложил чтобы добавить вентиляция потому что литков не хватает вообще сделать я смотрю по-своему есть сухие зимовники у меня сырой у меня товарища зимовник сухой с ракушняка он воду поливает по проходам чтоб влажность поднял следующее ну это температура сейчас на двери пользуется побольше нормальная влажность 70-80% температура нормальная 4-5-6 дальше ну это смотрите это входная приточная вентиляция эти все покрашенные литки ну можно сделать с дерева чтобы воздух в свет не попадал обязательно в зимовнике не попадает потому что пчел свет провоцирует они будут выскакивать и гибнут Андрей дальше вот покрашена в черный цвет дальше вот вставливаем видите раньше вот так если в зимовнике составная не нужна в зимовнике должен улей дышать кстати гнездовая корпуса на трехсотную рамку у меня не проваренная в парафине улей должен дышать следующее ну вот они взимуют вот сидят от начала и куда до конца видите сдавливаем максимально дальше вот пчела висит вот дальше ну это рейка щель дальше вентиляция вот вытяжная вытяжную чем больше тем лучше передвиженная ну извините что не штукатуренная делал как склад думал потом а оно потом так дальше ну вот 6 градусов и 75 но он неправильно чуть показывал дальше он выше показывает вот в углу стоят тоже щель что везде воздух должен ходить открыто в дно сетка летки открыты и плюс вот здесь летки на всю задают такой глупый вопрос в ютубе там у Вани на канале Ваня попробуйте скользкой земли а как он борется с мышами летки на всю как он с мышами борется отраву отраву надо заносить и раскидывать не когда вы пчел принесли а когда за месяц когда мыши мигрируют отрава должна лежать и постоянно надо обновить отраву отрава Андрей следующий вот термометр другой следующий вот это не страшно на улице пчела тоже выскакивает зимовника на улице пчела но вы ее не видите зимовника на улице пчела выскакивает я говорил с улья перед смертью она старается подальше отлететь и упасть и падать где-то если этого не будет у вас есть подмор будет в улье вот смотрите 280 маток перезимовала я в своем зимовнике намел 20 литровое ведро это один раз и подметал и перед этим я где-то 4 литра может чуть меньше подмел на проходах ну говорят так что 200 грамм 200 граммовый стакан на семью подмор это нормально у меня ну с тем что в улях и все у меня вышло где-то стакан может даже чуть-чуть меньше дальше поехали ну вот клуб пчел видимо висит лучше сдавить забрать рамку чтобы воздух ходил в зимовнике воздух должен ходить раньше когда я был многокорпусником я это делал на улице чтобы воздух двигался следующее вот пчела сидит на потолке это уже весна как бы спокойно от начала до конца сотов посидеть здесь дальше вот я пишу все на улице какая матка какое крыло вот пишет 17-го года у меня все на улице сзади маркера написано журналов никаких нету номеров нету я считаю журнал он не нужен я говорил на промышленном какой-то слабоумный человек придумал номера на улице попробуй их намеровать если в америке тысячи десять тысяч ребята десять тысяч номеров поставки или тридцать и запишите в журнал дальше у меня на крыше вот смотрите я пишу на крыше видите ее надо заменить вот это я уже заменил вот круглой в клеточке вот белая левая матка белая метка левое плело минус 2 нуклеуса 2-го 0,6-го можно заменить я писал вот она была в раевол на рапсе 30-го на рапсе на рапсе потом она я ослабил она работала она дала 4 поцелуха мне это не понравилось акация эти вот я ее менял вот минус был большой жирный потом я поставил плюс и дал первую матку правую вот это вот второй матку поехали дальше ну вот нормально я 2 года работал ну ну смотрю как по настроению я как постараюсь максимально на молодых она может быть вроде нормально когда заношу зимовник мечу вот номер прошел спереди вот так ряды стараюсь на свое место у меня товарищи на зиму у него и на заборах не пересели что еще скажу вот смотрите вот я проваживал потом кормил после подсолнца проваживал потом кормил вот 30 килограмм 100 грамм в этом году я не проваживал вот эту семью я паковал зиму гнездо просматривал вот 6 рамок оставил готовые зимок вот 14-11 вот я прошел вот она дала одну акацию две лифы и подсолнуха посчитайте сколько она дала ну говорят вставленная что слабая семья слабая ну у меня как бы и нет то что работаю я количество беру и я работаю с наставками день сам дружить а я так не устаю как допустим кто-то работает с другими 12 рамочными датамами или еще что-то вот если я полез внизу смотрите сколько раз за летом 31-05 и 6-09 видите ребята вот 31 мая 6-09 это сентября и вот в ноябре я ее упаковал в коленю все матку я написал плюс оставить вот она остается 6-09 вот видите 6 сентября я ее все-таки посмотрел хорошая семья вот она материнка была 93-е это первое поколение дочка в 16-м году дальше вот вам зимует трехрамочник вот это кстати в этом году вот я так снял смотрите а там пчены есть некоторых и под стенкой сидят они там внизу вот Ваня фотографировал они в литках там висят вот так они вот зимуют трехрамочные вот крыша верх ногами на этих тоже все пишу на крышах дальше смотрите то время уже прошло уже две минуты назад как раз и закончил назад вот ну это весна видите на потолке вот эту я не паковал зиму она под одной стенкой в этом году я половину может чуть меньше третью часть прошлого я зиму не паковал я не смотрел весной я ревизию не делал я пробежал утеплил сократил сдавил я максимально сдавливаю что я добиваюсь расплод по всей рамке все я может задерживаю развитие но когда выпадает снег попрыли я спокойно я потом у меня когда я ставлю весной дверь заставных я вам по-какому времени видите уже час снял я и так прослушиваю смотрите когда я ставлю две заставные я потом поднимаю рамку бывает заставной заходит там у меня мерз стоит и матка там уже начинает сесть я поднимаю вот эту первую рамку заставную если стоит заставная и будет печатная расплод если у вас не будет заставная будет сушить здесь на крайне расплоды никогда не будет дальше все все доброе дякую вас за увагу и спасибо за внимание всего вам доброго спасибо большое что вы нашли время последнее время обстоятельства изменились там проблемы получилось тем не менее человек приехал человек уважил прочитал нам замечательную лекцию мы вам благодарны и идем оформлять гонорару все наше все все вы все это Субтитры сделал DimaTorzok